Уважаемые коллеги, предлагаю начинать. У нас с вами запланировано сегодня проведение круглого стола по вопросу механизма государственной охраны объектов культурного наследия. Я должен сказать, что всегда приятно то, что организаторы форума всегда в рамках программы предусматривают круглые столы на тему охраны памятников. Это, я считаю, крайне важным. Тем более в этом году у нас отмечается 70-летие ЮНЕСКО. Мы находимся в городе, который является городом-объектом всемирного культурного наследия. И где, как ни здесь, обсуждать эти насущные проблемы, тем более их действительно у нас очень много. В первую очередь я хотел бы представить своих коллег и поприветствовать, которые участвуют в нашем круглом столе. Ну, с полевой рукой от меня я просил бы поприветствовать все-таки Сергея Владимировича Макарова, руководителя охраны памятников города Санкт-Петербург. И пользуясь случаем, еще раз хочу его поздравить с прошедшим вчера днем города. Мы уже эту тему обменялись, что день города прошел, теперь на нас пройдется дожди. Вчера было все хорошо, сегодня погода изменилась, естественно. Вот, а само собой, попрошу прощения за погоду. В Петербурге ничего не меняется, даже погода. Это тоже, видимо, элемент наследия всемирного уже скоро, да, можно будет считать. По правой руке от меня Сергей Михайлович Мерзоян, который является главным государственным инспектором по охране памятников города Москвы. И мой самый близкий коллега. Продолжая нашу линию, хотел бы поприветствовать, естественно, наших иностранных коллег. Это вице-президент ЭКОМОСа Карангидеона. Хотел бы сказать большое спасибо за внимание к нашей сессии. Дмитрий Давыдов также принимает, очень должен принять участие в нашем круглом дискуссионной сессии. Старший юрист региональной ассоциации Вестфалия Липпе. Галина Ивановна Маланичева, вижу, улыбается нам, возглавляющая Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, представляющая общественность. И у нас еще должны быть, естественно, от Аликтера Нормашова подойти, Министерство культуры и Федерации. И Вячеслав Николаевич Фасин, Союз реставраторов России, возглавляющий, тоже примет участие в нашей сессии. Я вас всех, дорогие друзья, приветствую. И прежде чем перейти к выступлениям, я бы пару слов позволил сказать от себя, в том числе и для иностранных коллег, которые тоже будут слышать нашу дискуссию по нашим местным проблемам, чтобы они понимали, откуда эти проблемы зачастую возникают. Дело в том, что мы действительно все живем в духе и в развитии конвенции ЮНЕСКО. Как я еще раз повторю, что мы отмечаем 70-летний юбилей этой организации. И, казалось бы, те декларации, те положения, которые есть в этой конвенции, они универсальны, они понятны, они многими имеют прямое значение. Но посмотрите, какие разные методы реализации этой конвенции сегодня имеются даже на уровне европейских государств, казалось бы, сегодня объединенных многими интеграционными процессами. И мы видим очень разный диапазон регулирования в каждой стране. Многие государства имеют декларативные федеральные законы, но при этом основная миссия есть у законов региональных. Есть обратная практика, где все решается вообще по судебным институтам. Российская Федерация в нам случае является страной, имеющей самое жесткое законодательство в области охраны объектов культурного наследия. Это я говорю со всей ответственностью. Потому что во многом оно, нынешнее законодательство впитало традиции, выходящие еще к советской эпохе, когда отсутствие частной собственности и необходимость прямого регулирования приводили к тому, что все вопросы решались в административно-командном формате. Соответственно, то законодательство, которое сегодня мы имеем, а закон наш базовый по охране памятников принят был в 2002 году, а разрабатывался с 1994 года, то, как вы понимаете, он в себя впитал многие те элементы, которые были сделаны в прежние времена. И поэтому наш федеральный закон, как никакой другой в европейских государствах, имеет прямые нормы регулирования, доходящие до мелочей. Фактически региональным властям делегировано очень небольшое количество полномочий, в основном разъяснительного характера и такого регламентного характера. И с чем уже удивляться, что у нас и просто некоторые регионы имеют свои региональные законы об охране объектов культурного наследия, просто переписанные, как калька, с федерального закона, и просто для галочки, фактически выполнившие это требование федерального законодательства. Но эпоха меняется, и тоже очень важный момент, это мы тоже будем обсуждать сегодня на нашей дискуссии, как такой макро-вопрос. Многие нормы законодательства по охране памятников европейских государств, не только европейских, зарубежных стран, формировались в тесном взаимодействии с нормами права в области имущественных отношений. И в некоторых государствах имущественные права имеют превалирующее значение по отношению к объектам культурного наследия с точки зрения защиты публичных интересов. Потому что мы имеем страны, когда вы имеете даже памятник, если вы собственник памятника, можете в судебном порядке доказать, что он находится в тяжелом состоянии, что вы не имеете возможности его отреставрировать, и через суд получить разрешение на снос такого объекта. Есть системы почти такого же уровня, когда считается, что если объект представляет такую национальную ценность, когда ему дают статус памятника, то предлагается некий срок, устанавливаемый в судебном порядке, на выкуп такого объекта. И если государство не выкупает его, то точно так же следует за этим снос. У нас, в нашем законодательстве, это в принципе невозможно. И у нас изначальное законодательство формировалось из приоритета охраны памятников над всеми другими нормами. Вот это превалирование норм охраны памятников над нормами даже имущественного и частного права, оно долгое время не вызывало никаких сомнений. Тем более, что надо быть объективным, вопрос по многому был гипертрофирован, и социальным отношением к этим нормам. Потому что, ну давайте будем откровенны, когда формировались институты частного права в постсоветском обществе, само отношение к ним было зачастую очень негативным. Дальше на это наложилась ситуация, связанная с ощущением некоторой части общества несправедливости произошедших процессов, которые особенно не оказались в числе собственников имущества. И многие проблемы, которые у нас сегодня возникают, исходят из ментального ощущения людей, что сохранять это всегда хорошо, а когда что-то исчезает, это вся вода плохо. К этому вы еще добавьте обычное психологическое явление, как не то, что ретроградство, а скорее неофобию, которая имеется в каждом обществе. Когда есть привычная среда, она комфортна, к ней привыкли, и естественно любые ее изменения, даже минимальные и даже разумные, воспринимаются очень остро и в штыки. И в этой ситуации долгие время, долгие годы, на протяжении, пожалуй, всех 2000-х годов мы имели полную консолидацию в этом вопросе между нормами права и отношением общества к этой проблеме. Однако в последнее время наметился серьезный раздел, юридический в том числе, потому что многие синдромы постсоветского общества прошли, отношение к частной собственности нормализовалось, и в целом уже нет вот этих фобий, которые были еще недавно. А в то же время, в силу того, что в обществе произошли определенного характера социальные процессы, осталось уже другое отношение к этой проблеме, а именно некий такой внутренний конфликт, между условно говоря, отношение негативное со стороны части общества, которое, скажем так, среднего дохода, или, допустим, находящееся, наоборот, в слоях недостаточно имущественно обеспеченных, и теми, кто имеет возможность сегодня владеть объектами культурного наследия, а это понятно, что это всегда недвижимость, это в центре городов, исторических поселений, это всегда некие элитные квадратные метры, которые, соответственно, стоят дорого. И поэтому отсюда, естественно, возникает такой уже стереотипный образ застройщика, когда это всегда какой-то жадный, проклятый вообще барыга, пытающийся всегда что-то сломать, снести, беспринципный такой циничный, ну, варишь. И он, как бы, естественно, этот образ очень хорошо тиражируется, потому что он всегда отрицательно воспринимается со стороны остального общества. Это не новость нашей с вами практики. Если вы посмотрите, какими красками рисуют наши общественные деятели, это Галинаванна может подтвердить, сравнительный анализ, это ровно точно так же, как в 20-е годы Непманов обозначали в пролетарской печати и прессе. Это все вам понятно. Но, естественно, мы сказываемся и с обратной проблемой, что вопрос охраны памятников носит уже в этой ситуации не столько юридический характер, сколько политический. И принимая, может быть, хорошие, изящные нормы права, мы неожиданно оказываемся в ситуации, когда они не всегда сочетаются с ожиданиями вот этого общества, исходящего из этих стереотипов. И получается, что, казалось бы, модель юридическая, она абсолютно понятна, конкретна, логична и правомерна, но ее могут воспринимать неверно и не поддерживать в силу вот того, что она идет в разрез вот с этим сложившимся ментальным пониманием. Мы провели эксперимент, я об этом вот люблю рассказывать, когда мы провели большой опрос общественный, репрезентативный по разным районам города Москвы, спросили, вы вот как к памятникам относитесь? Вы за памятник? Все сказали, конечно, вот горой не отдадим наших завоеваний никогда. Сказали, назовите имя хоть одного московского архитектора. Самый популярный ответ был Растрелли, который, как вы понимаете, мало связан с нашей столицей, а больше связан с Петербургом на самом деле. Это подтверждает то, о чем я говорю, что у нас в обществе любовь к культурному наследию, к памятникам, она носит скорее ментальный характер, некий эмоционально-душевный настрой, но отнюдь не юридический и уж тем более не, к сожалению, я об этом говорю, профессиональные люди, отвечающиеся к этому предмету, их не очень много, которые понимают предмет, понимают, кто такой Растрелли, кто такой Казаков, кто такой Баженов, и могут сказать не только одно имя, но больше десяти. И вот в этом, конечно, надо тоже понимать, когда мы с вами обсуждаем юридические проблемы, что мы не можем сегодня по этой тематике быть только в части каких-то формулировок правового характера. Мы должны быть готовы воспринимать и отношение общества к этому. И это все, я считаю, является сегодня важным предметом. И серьезнейший вопрос, который мы имеем сегодня на повестке дня, который для многих европейских государств давно пройден, а у многих изначально и не стоял на повестке. Это то, что завершив процесс, вот только сегодня заканчиваются последние, там уже делаются шаги, завершивающие процесс разграничения государственной собственности на памятнике федерального значения, все решения приняты наконец, и вот сейчас просто переоформление, последнее уже переоформление договорных отношений между арендаторами, пользователями, но с этим процессом связанное начало другого, что очень серьезно в последнее время заявляет себя имущественный комплекс. И он уже ставит под сомнение вот это распространенное неформально мнение о превалировании требований охраны памятников по отношению к имущественному законодательству. И заявляет довольно серьезно. И вот тот, кстати говоря, суд, который, может быть, будет упоминаться коллегами, вот то, что сейчас вызвало такой активный интерес о том, что инвестор подал в суд на общественный консультативный совет, один из таких примеров. И сегодня, вам честно скажу, вот линия нашего юридического фронта, где мы работаем вместе, вот Сергей Михайлович сейчас его работа в судах по Москве, проходит именно здесь. У нас в судах сталкиваются две фактически равноправных с точки зрения конституции юридических норм. Это право на частную собственность, право распоряжения своим имуществом и норма 44-й статьи Конституции, которая гарантирует защиту объектов культурного наследия. И, к сожалению, поскольку прямых дефиниций, предусматривающих превалирование того или иного нормативного творчества по отношению к другому у нас прямо не установлены, вот здесь и происходит очень серьезный разлом. Кроме того, вечная дискуссия, касающаяся соотнесения нашего законодательства, я в одном случае нашего говорю про охрану памятников, законодательства о строительстве, тоже вступает в серьезные противоречия. Сегодняшняя ситуация, в том числе экономические проблемы, которые стоят на поездку дня, максимальное льготное отношение к бизнесу в части, касающиеся девелоперских проектов, инвестиционных проектов, в том числе с зарубежным участием, вступает в противоречие в части исторических городов с интересами охраны памятников. И, казалось бы, даны преференции тоже на уровне законодательства, тоже правовыми актами, имеющими высшую юридическую силу, но здесь же они опять вступают в противоречие. И, опять-таки, у нас возникает еще одна линия юридического такого противостояния, которая, конечно, тоже должна быть каким-то образом урегулирована, иначе мы будем все время получать каждый с вами год новые суды, причем мы имеем опыт печальный, когда у нас по одинаковым случаям имеются совершенно диаметрально разные решения судов. российская судебная система не имеет такого прецедентного, что называется, характера, как это и в других государствах, но, тем не менее, конечно, практика, очевидно, она еще не наработана, и как она будет складываться дальше во многом зависит от того, как мы правильно будем применять эти механизмы и понимать друг друга сегодня. И в завершении все эти вопросы, конечно, очень актуальны в связи с тем, что мы в этом году, фактически в январе этого года, вступили в силу поправки закона объектов культурного наследия, фактически мы с вами получили новую редакцию этого закона и вокруг него ведутся большие дебаты. Понятно, что всякое такое серьезное изменение законодательства оно вызывает уже по определению на старте и некоторые неудобства связанные с тем, что не отрегулированы механизмы, многие новые нормы, непонятно, как их применять. И, конечно, в этой ситуации крайне важно, когда мы консолидированы, мы, в этом случае, сейчас региональные органы охраны памятников, федеральные министерства культуры, которые являются нашим методическим научным правовым центром по этому вопросу, общественные институты, правильно понимаем те нормы права, которые у нас вступили в силу. Тем более, что есть еще одна важная проблема, которую тоже надо неокровенно говорить, и сегодня мы имеем возможность здесь это сделать, о том, что когда возникают какие-то ограничения, тем более ограничения, когда у нас нет полной ясности, как эти ограничения применяются, как они снимаются, как они контролируются, естественно, это всегда порождает не только благие вещи, но, к сожалению, приводит и к обратным результатам, когда уже эти самые механизмы могут использоваться в целях далеких от тех задач, которые заявлялись на стадии, когда эти нормы применялись. И будем откровенны, у нас в Москве сегодня, я не знаю, как это в Петербурге, коллеги, может быть, скажут, или в других даже городах и государствах, но случаи общественного рейдерства у нас уже имеют место быть. Когда мы, к сожалению, имеем практику, в том числе зарегистрированную уже и правоохранительными органами, когда у нас под эгидой борьбы за наследие, под эгидой борьбы за, так сказать, старую Москву, на самом деле просто-напросто имеются случаи, попыток получения с инвесторов неких капитальных, капиталовложений, которые, в общем-то, под тем или иным видом, и после этого у нас как бы им обещается, что все будет хорошо. Тем более, что, если опять же мы с вами говорим о том, что я почему-то так долго распространяюсь по поводу общественного отношения, у нас сегодня вот качество, точно так же, как у коллег, по вопросу охраны собственно объектов культурного наследия, самих памятников, имеющих такой реческий статус, практически, ну, у нас вот зависит от все 4 года только вот один печальный случай, когда у нас несли памятник, и вот по нему сейчас идет уголовное дело, полиция этим занимается, вот, и 2, там, по-моему, случаи, где у нас 3 случаи, где у нас идут повреждения, которые тоже у нас в соответствующие дела ведутся. Но при этом огромное количество вот разговоров о том, какие у нас, что у нас все плохо, все ужасно, оно касается не памятников юридически, как бы мы этого здесь с вами не хотели, а общество восприятия это более широко, любой старый дом, любое там здание, имеющее некий там, даже может быть самый условный ордер, а может быть и даже не имеющего такового, вот все должно быть сохранено в полном объеме, отойдите. Но опять-таки, если мы понимаем, что такое отношение у общества к этой проблеме, то мы не можем с вами тоже от этого отстраняться и говорить, что, ребят, у нас по закону это вот памятник, а это не памятник. Поэтому, понимаете, нам уже люди этого сегодня не позволяют и позволять не будут, поэтому мы должны это тоже понимать. И что в этой ситуации, куда мы должны двигаться? Должны мы ли теперь всем домам вообще подряд выдавать, как есть предложение, вот статус памятника, неважно, храм ли это Василия Блаженного или, извините, там, сарай дровяной, там, ну, только потому, что он давно стоит. Либо мы должны какие-то другие вводить дефиниции, связанные с этими объектами, ну, только давая им тогда такую журеческую защиту, как и объектам культурного наследия. Это большой вопрос. И последний момент, поскольку здесь присутствует представитель средств массовой информации, тоже должен сказать, и это важнейший вопрос, мы тоже не можем не учитывать, когда занимаемся вопросами охраны объектов культуры наследия. У нас есть такая функция популяризации объектов культуры наследия, полномочия, которые зафиксированы органом охраны памятников, но, к сожалению, мы можем с вами тоже здесь наблюдать. Увы, картина не всегда адекватная и объективная, потому что, будем откровенны, вот мы в городе Москве за последнее время отреставрировали 336 объектов культурных, колоссальная цифра, колоссальные объекты, удивительные вещи, там, многие из них там имеют миллиардные вложения, в том числе частных инвестиций. Огромная проделанная работа, многие памятники, которые еще вчера были просто под гранью обрушения, технического износа, они сегодня отреставрировали, об этом информации почти нигде вы не найдете. Это неинтересно, к сожалению, средства массовой информации, и в этом ключе никто, за исключением каких-то редких специализированных изданий, не пишет. Мы на нашей комиссии городской, которая, я являюсь ее заместителем председателя, которая рассматривает вопросы сноса, отстояли 196 зданий от сноса. Я вас уверяю, если бы это не было комиссии, то две трети этих зданий уже наверняка было бы сегодня, их не стояло бы в городе Москве. Они вписаны в новые проекты, некоторые отреставрированы, некоторые даже получили статус памятников официальный, отреставрированы сегодня. Но об этом вы тоже нигде ничего не прочитаете, не найдете, как бы мы это не писали на сайтах, как бы мы это не пропагандировали. К сожалению, но при этом если есть единичные примеры какого-то негатива, они приобретают гипертрофированный размер, и из этого складывается искаженная картина мира, это я говорю со всей откровенностью, когда у нас, если вы посмотрите, что пишут, только это является предметом обсуждения и дискуссий. И отсюда, опять-таки, возвращаясь к началу моего выступления, и поскольку общество все это голосует сердцем, а не знаниями, увы, это так, у большинства возникает некое ощущение искаженное, о том, что, к сожалению, все ужасно, все плохо, все кошмарно, мы находимся в период какого-то тотального разрушения нашего наследия, что совершенно не соответствует реальному положению вещей. И поэтому, когда мы принимаем какие-то нормы законодательства, в том числе обсуждаем проблему правового характера, мы должны и это понимать с вами, что нравится нам ли это с вами, или не нравится. Мы не можем изменить отношение средств массовой информации, ну вот это надо понимать, просто это вещь в себе. Понятно, что всегда проще из чего-то негативного делать какую-то историю и на ней, так сказать, строить различные информационные активности, это все понятно. Естественно, но мы должны тоже это понимать, что делая какие-то решения, а уж тем более, если мы эти решения сложно, юридически не объясняем людям, не разъясняем их в публичном пространстве, может быть, таким адаптированным языком, то само собой разумеется, это будет только усугублять эти все картины мира. Я читаю многие комментарии, которые у нас даются по данному случаю, по нашему законодательству, просто вижу, что люди от непонимания такие вещи на самом деле заявляют, но это потом расходится миллионными, как мы говорим, постами-перепостами и создает алармические настроения там, где их вообще-то и не должно быть по определению. Поэтому, дорогие друзья, вот я заканчиваю свое такое несколько удлиненное приветствие. Хотел бы сказать, что сегодня вопросы права в области охраны памятников, они выходят далеко за рамки юридических каких-то синтенций и положений. И сегодня, работая в этой сфере, принимая нормативные базы, ее, так сказать, внедряя в жизнь, должны учитывать все вот эти совершенно разнообразные обстоятельства, которые сопровождают нашу повседневную работу. И я полагаю, что именно такой подход, я вот общался с коллегами, он у нас у всех имеет место быть, и поэтому, конечно, очень надеюсь, что и наша современная дискуссия, проходящая сегодня здесь, в этом памятнике федерального значения, который прошел недавно тоже большую работу по приспособлению, в которой некоторые общественники заявляли, что это ужас, ужас и кошмар, и полное разорение всего. Другие, наоборот, сказали, что замечательная, какая интересная авторская работа, и, в общем, надо такие вещи приветствовать. Видите, даже здесь мы с вами не можем найти консолидированные позиции по многим вопросам. Что, конечно, на нашей дискуссии, обсуждая различные аспекты, мы те вещи, о которых я сейчас сказал, может быть, они нам станут более яснее, более понятнее, и опыт, который мы обладаем в каждой в своем регионе или в стране, позволит нам более четко и более эффективно действовать каждому на своем направлении. Спасибо. Теперь, теперь, дорогие Олег, теперь уже позвольте мне передать слово в следующем выступающем. Я попросил бы вице-президента ЭКОМОЗ Кронигидеона выступить. У него очень интересное выступление, как раз, затрагивающее базовый, основополагающий документ, которым руководствуются все страны мира в области охраны культурного наследия, но при этом он имеет такое разнообразное толкование, как я сказал. Поэтому, конечно, нам очень приятно, что вице-президент главный, я бы так не повысил этого слова, организация, являющаяся для нас международным авторитетом и центром по применению международного права, нашел возможность и выступить с этим докладом на нашей сессии. Большое вам спасибо. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, господин председатель. К сожалению, я вынужден выступать по-английски, поскольку по-русски я не говорю вообще. Если вы точно так же не знаете английского, как я не знаю русского, пожалуйста, пользуйтесь приемниками для того, чтобы слушать синхронный перевод. Господин председатель, спасибо вам за любезное приветствие и вступительные слова. Мне сегодня предложили рассказать аудитории о некоторых аспектах, международных аспектах работы с объектами культурного и природного наследия. Как правило, они считаются самыми ценными, так сказать, сливками охраняемых объектов. Я очень рад тому, что было сказано во вступительном слове нашего председателя. Вы из моей презентации сейчас поймете, что даже если мы говорим об объектах культурного наследия, во всем мире нет единого подхода к работе с такими объектами, не говоря уже о том, что иногда приходится заниматься защитой культурного и исторического наследия на национальном уровне в соответствующих странах, и там все становится гораздо сложнее, потому что везде разные законы, разные культуры, разное правовое поле, разные конституционные структуры, и очень сложно найти какой-либо общий знаменатель вообще. Несмотря на этот факт, я постараюсь ознакомить вас с международным подходом. И сегодня у нас с вами обсуждается очень важная тема, в рамках которой я собираюсь показать вам, что нету единого международного подхода к охране памятников культурного и природного наследия даже в рамках конвенции международной. И возникает все больше и больше вопросов, когда дело доходит до защиты таких памятников на местном уровне. Меня очень заинтересовал пример, который вы сейчас привели, когда людям задали вопрос, что они думают о охране культурного исторического наследия. И перед тем, как я перейду к своему материалу, я хочу обратиться к этому очень символическому моменту. Вы знаете, я преподаю во многих университетах, и моя тема это законы, посвященные охране культурного наследия. И во время первой лекции встречаюсь со студентами, я рассказываю им некую гипотетическую историю. Я рассказываю о том, что вот у меня, скажем, есть здание исключительно важное, исключительно ценное, обладающее огромной архитектурной ценностью, я являюсь его частным владельцем, и я понимаю, что это очень ценный объект наследия, и я совершенно не знаю, что с ним сделать. Все это повторяю, совершенно гипотетический пример. И я задаю своим студентам вопрос, пожалуйста, что вы мне посоветуете сделать по пунктам с этим зданием для того, чтобы обеспечить его защиту? Я с большим энтузиазмом отношусь к защите памятников, но я в профессиональном смысле совершенно не сведущ в этом вопросе. Вот вам 20 минут, господа студенты, за 20 минут студенты умудряются составить очень длинный список необходимых действий. И там сказано, что я не могу здание уничтожить, изменить, я не имею права его перестраивать, я должен его сохранить, соблюдать множество ограничений, и если буду в нем адаптировать различные технические системы к необходимостям сохранения, я должен использовать аутентичные материалы, но что же мне можно делать с этим зданием, могу ли я устроить там в ресторан, например, какое будет возможное разрешенное использование, а использование это очень важно. И вот через 15-20 минут я получаю огромный перечень того, что я обязан сделать для защиты этого крайне ценного и важного здания, которое является своей собственностью, повторю. Дальше я приступаю ко второй стадии своей лекции, своего занятия и даю студентам пять минут подумать о том доме, который находится в их собственности, их доме или доме их родителей и спрашиваю, а что из их действий, которые они сами перечислили, они готовы добровольно предпринять по отношению к своему собственному личному или семейному дому? И ответы получаю самые разные. Вот это мне кажется важно. Как только дело доходит до их собственной собственности, простите за тавтологию, конечно, они ни о чем не могут сразу договориться, они добровольно совершенно не стремятся принять на себя все эти обязательства, которые перечислили по отношению к ценному историческому зданию. Вот это важно упоминять про наследие. Будь это наследие местное, национальное, всемирное, возникают сразу же экономические вопросы, а не правовые. Сразу возникает вопрос затрат, стимулов. Сразу всплывают финансовые аспекты охраны, наследия. И это нужно всегда помнить. Потому что сейчас в своей презентации я буду затрагивать правовые аспекты юридические. Нужно помнить, что это лишь одна сторона охраны и защиты культурного наследия. Нужно всегда помнить об экономическом аспекте. Потому что экономическая сторона часто оказывается гораздо более весомой, важной и, кстати, проблематичной, как только дело доходит до реальной охраны и сохранения наследия. Вот мои вступительные замечания. А сейчас я хочу перейти к самому материалу своей презентации о том, как на сохранение культурного наследия влияют реализические аспекты. Итак, обратимся к конвенции ЮНЕСКО. Даже если мы не юристы, необходимо знать, какие конвенции здесь задействованы. Как правило, проводят разграничения на международном уровне между тремя группами. Это конститутивные конвенции, декларативные конвенции и конститутивные конвенции, признаваемые международными организациями. Это гораздо более современная категория. Каковы же основные различия между этими различными тремя категориями конвенцией. Что такое конститутивные конвенции? В общем и целом, это конвенция, которая является юридическими обязывающими только для государств, подписавших эти конвенции, для государств, членов или подписантов конвенции. Подписание является добровольным процессом. То или иное государство решает или не решает присоединиться к конвенции. Если оно не присоединяется, оно в нее не входит. Теперь, декларативные конвенции. Они являются юридическими обязывающими для всех стран, даже если эти страны конвенцию не подписали. И нарушение декларативной конвенции может привести к санкциям для любого государства, даже если оно не является подписантом конвенции. Из этого факта проистекла третья категория, которая является конститутивными конвенциями. Здесь имеет место тоже добровольное подписание, но эта конвенция может повлечь за собой некоторые международные санкции при ее нарушении. Эти конвенции признаются международными институтами, такими как Международным судом справедливости. Итак, наша конвенция имеет такое полное название Конвенция ЮНЕСКО по охране культурного и природного наследия. Это ее полное наименование. Я буду называть ее Конвенцией по всемирному наследию для краткости. Это в основе своей конститутивной конвенции, как и сказано в ее третьем разделе. А это означает, что государства к ней присоединяются либо не присоединяются, и санкции в случае нарушения могут быть наложены только на стран-участниц конвенции. Потенциальные санкции также проистекают из самой конвенции, и налагаются они Комитетом ЮНЕСКО по сохранению культурного и природного наследия, который является органом ответственным за исполнение конвенции об охране наследия и о выполнении всех прописанных в ней правил. Итак, в рамках данной конвенции какая охрана обеспечивается? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу сказать об одной вещи, которую не дает эта конвенция, а не дает она денег. Мы с вами уже сегодня говорили о финансовых последствиях финансовом аспекте охраны наследия. Теоретически, если взять два объекта, один входящий в список ЮНЕСКО, другой не входящий, то такие слова, как ЮНЕСКО, ЭКОМОС, и даже страны-государства не имеют никаких обязательств по финансированию охраны охраняемых объектах. То есть, тот факт, что какой-то объект входит в список ЮНЕСКО, совершенно не гарантирует использование никаких финансовых ресурсов, ни для охраны, ни для управления объектом, ни для каких-то других видов деятельности по поводу данного объекта. И для некоторых объектов списка ЮНЕСКО это действительно проблема. Это может влиять на туризм, потому что огромное количество исследований утверждают, что если объект входит в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, то чисто финансово это сразу же становится связанным с туризмом. Это идет на пользу туристического потока, но никаких прямых стимулов финансовых нет. Итак, что же дает конвенция? В основном я бы хотел сейчас поговорить о связи международного контекста и национального. И здесь мы обращаемся к пятому разделу конвенции. У меня нет сейчас времени подробно все это рассказать. Я выделю только самые основные положения, которые представляются наиболее важными. Страны, присоединившиеся к конвенции, обязаны в первую очередь принять общую политику защиты культурного наследия. У них должна быть одна или более служб, а служба означает какой-либо орган, это может быть министерство, ведомство, институция, какая-либо организация, то есть какой-либо орган, который будет отвечать за защиту, сохранение и представление данного памятника. При наличии финансовых средств у этой организации должен быть штат сотрудников. Необходимо, чтобы была какая-то научная и техническая поддержка данного объекта, необходимо также учитывать и преодолевать опасности, грозящие данному объекту, и необходимо, конечно, правовая поддержка. правовая, административная, финансовая, техническая и научная поддержка, соответствующие меры, которые обеспечивают сохранение, охрану и восстановление при необходимости такого объекта. Итак, если вы страна, присоединившаяся к конвенции, то согласно разделу 5 ваша страна должна совершить целый ряд предписанных действий. Основные пути реализации конвенции заключаются в том, что каждая страна-участница должна реализовать все механизмы защиты объекта, поскольку конвенция ориентирована, учитывает разные конституциональные положения и разные правовые поля каждой отдельно взятой страны. Невозможно потребовать от каждой страны осуществлять охрану памятников абсолютно одинаковым способом. Поэтому каждая страна, подписавшая конвенцию, должна создать собственные механизмы охраны памятников, и они вовсе не обязательно будут одинаковые в разных странах. Это очень важно понимать, потому что хотя мы запрашиваем наличие механизмов, мы требуем, чтобы объекты охранялись в рамках закона, чтобы создавались национальные институты, которые будут иметь компетенцию и право реализовать цели конвенции. С одной стороны, у нас есть эти стандарты, мы просим, чтобы страны обеспечивали законодательство и нужные институты, которые отвечали бы за охрану памятников в рамках конвенции, но с другой стороны, мы считаем, что необходима гибкость, и мы придерживаемся принципа гибкости. В каждой стране должны быть свои законы, свои механизмы, свои национальные структуры. Нужно понимать, что утверждая принцип такой гибкости, утверждая, что мы даем каждой стране право принимать, разрабатывать разные законы, создавать разные национальные институты защиты и охраны памятников, то здесь мы допускаем, что никаких международных стандартов нету, норм нету, все нормы национальные, все законы национальные, институции существуют на национальном уровне, то есть, с одной стороны, то, что подпадает под правовую защиту, защиту по закону в одной стране, может совершенно не подпадать по защиту в рамках закона в другой стране, и может быть национальная институция или какой-то орган, отвечающий за такой-то объект в одной стране и совершенно аналогичный объект в другой стране не будет иметь соответствующего охраняющего органа, просто потому, что в данной стране все дефиниции другие и ничего не совпадает. Сейчас я хотел бы очень коротко продемонстрировать вам некоторые изменения, некоторое различие в реализации данной конвенции. Некоторые страны-участницы инкорпорировали конвенцию в собственное законодательство, то есть формулировки конвенции стали в этих странах законом национальным. Основные примеры здесь Румыния и Южная Африка. Там формулировки национальных законов просто совпадают с формулировками конвенции. Все, что сказано конвенцией, говорится в национальном законодательстве этих двух стран. Но это действительно очень редкие примеры. Такое есть очень в малом количестве стран. Другие страны Они создали свои собственные законы, которые напрямую ориентированы на защиту объектов культурного и исторического наследия. Многие страны осуществляют охрану объектов в общем. Я сейчас хочу упомянуть страны, которые указали на определенное свое отношение к охране всемирных памятников. То есть в их законодательстве прописан особый статус объектов охраны всемирного наследия, а не только национального. И здесь я привожу пример Австралию, Италию и Соединенные Штаты Америки. И, наконец, есть еще одна группа стран, которые создали институты, обеспечивающие охрану памятников всемирного наследия. Но при этом они не обязательно дают отдельные дефиниции всемирного наследия в своем законодательстве. Однако в этих странах есть институты, которые обеспечивают охрану памятников всемирного наследия. И здесь я привожу примеры Англии, Мексики, России и Швейцарии. Однако нужно понимать, что существует... Вот я привел примеры, но во многих странах еще не решено, как именно реализовать конвенцию и ее пятый раздел. Пока что я вам рассказывал очень позитивные примеры, что сделано, что может быть сделано и что уже сделано в отдельных странах. Но существуют правовые пробелы. К сожалению, они создают множество сложностей. И сейчас охрана памятников, которая производится в рамках конвенции, не является достаточной. И сейчас я это покажу. Первая проблема. Нужно помнить, что, как я уже сказал, природа самой конвенции позволяет многим странам не являться членами конвенции. И эти страны, соответствующие, не подписавшие конвенции, не имеют обязательства соблюдать положение конвенции. А в мире есть еще достаточно стран, которые не присоединились к конвенции. Вторая проблема. Объект может быть включен в перечень ЮНЕСКО только если страна обратилась к соответствующим заявлениям в Комитет ЮНЕСКО по охране всемирного наследия. У нас нет никакого научного способа определения объектов, попадающих под определение ЮНЕСКО. То есть страна сама решает, какой объект они хотят предложить включению в список ЮНЕСКО. В стране может быть очень важный с точки зрения ЮНЕСКО объект. Но если страна не облащается с ходатайством о включении его в список охраняемого наследия ЮНЕСКО, то он не будет включен. Вот это вторая наша проблема. Третья проблема. Как я уже говорила, некоторые страны по-прежнему не выполняют положение пятого раздела конвенции. И, собственно, они никогда не создавали никаких юридических процедур или служб, которые обеспечивали бы охрану всемирного культурного и природного наследия. И, кстати, по сегодняшний день, при том, что прошло 40 лет с подписания конвенции первыми странами, большинство государств до сих пор еще не доложили ЮНЕСКО, как они намерены выполнять положение пятого раздела конвенции. И это для нас создает очень большие сложности. Это важный факт. Четвертая проблема, к сожалению, также очень явно присутствующая в последние месяцы, заключается в том, что некоторые объекты находятся под серьезнейшими рисками, потому что их контролируют организации, враждебные к конвенции. Таковы ситуации в Сирии, Ираке и других всем известных странах мира. Здесь мы, конечно, имеем дело с такими организациями или группами, с которыми конвенция не имеет механизма взаимодействия вообще по поводу рисков, которым подвергаются объекты. И в последнюю очередь, но не по значению. Пятая проблема. Конвенция предлагает только одно решение для случаев нарушения положения конвенции – изъятие объекта из перечня, из списка ЮНЕСКО. Это единственное решение, которое существует в нашем распоряжении. Вот, например, очень известный пример – это долина реки Эльбы в Дрездене. В Дрездене была процедура, которая заняла целых несколько лет. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО объявил, что строительство нового моста через Эльбу поставит под угрозу охраняемый объект ЮНЕСКО. И местные власти решили, что мост нужен в любом случае. Они проигнорировали международное предупреждение. И Комитет ЮНЕСКО решил изъять этот объект из перечня ЮНЕСКО. Вот какой результат произошел из-за того, что местный комитет решил заменить рассыпающийся мост. Несмотря на такие санкции, они, конечно, противоречат целям самой конвенции. Изъятие объекта из списка может быть действительно наказанием для страны, в которой объект находится, или наказанием для муниципальных властей. Но это не идет на благо самого объекта. Объект изъят из охраняемого списка, и он уже не подпадает под защиту ЮНЕСКО, под защиту в рамках всемирного наследия. И самому объекту от этого, конечно же, нет никакой пользы, а наоборот. Еще одна вещь, которую необходимо понимать, заключается в том, что существуют руководящие принципы работы Комитета по охране всемирному наследию. Это операционные принципы. И там прописано, что перед тем, как объект включен в охраняемый список, должен быть составлен план управления его охраной. В прошлом, в первые годы работы Конвенции, объекты, которые предлагались к охране, не имели прилагаемых к ним планов управления, планов менеджмента. Но сейчас, если вы не знаете, ИКОМОС – это Международный совет по охране памятников и исторических мест. Это не правительственная организация, международная, профессиональная. Я являюсь ее вице-президентом. И она является одной из трех организаций, которые консультируют Комитет ЮНЕСКО по охране всемирного наследия по включению в список. И список регулярно пересматривается, пересматриваются прилагаемые планы, которые прилагаются к вносимым предложениям. И политика ИКОМОС сейчас заключается в том, чтобы консультировать по включению объектов. И даже если страна, предлагающая объект, не предлагает все необходимые меры в полном объеме, мы рассматриваем их предлагаемый план управления и решаем, возможен ли он и достаточен ли он. Итак, ИКОМОС принимает практические меры, но Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не всегда принимает рекомендации ИКОМОС. ИКОМОС из-за самых различных причин. Итак, мы уже с вами поняли, что существует целый ряд нерешенных проблем. И сейчас я, рассказав о существующих проблемах, хотел бы обратиться к тем, какие мы предлагаем решения. Какие предлагаются решения. Их предлагается целый ряд. Они, конечно, требуют дальнейшего обсуждения. Первое решение – повысить авторитет Конвенции, изменив статус Конвенции на конститутивный статус. Это будет означать, что Конвенция будет признаваться международными организациями, что позволит применять целый ряд санкций тем государствам, которые не соблюдают положение Конвенции. Сейчас это не так, как я уже говорил. Единственная возможная санкция – это изъятие объекта из перечня охраняемых объектов ЮНЕСКО. Но если мы считаем, что Конвенция действительно важна, мы могли бы повысить ее авторитет, указанным мною только что способом. Второе предлагаемое решение – мы могли бы более активно требовать применение пятого раздела Конвенции. Как я сказала, уже большинство стран его не выполняют. Они не приняли соответствующих решений о том, как его применять. И мы могли бы применять санкции тех стран, которые не выполняют положение этого раздела. Мы можем, скажем, лишить их возможности включать объекты в список охраняемого объекта до того, как они начнут реально применять положение пятого раздела. Пока что этот шаг ЮНЕСКО еще не предпринят. Третья предлагаемая мера – комитет Всемирного населения ЮНЕСКО мог бы принять политику, аналогичную политике ИКОМОЗ. И тогда государство, которое не предлагает должного плана управления объектом Всемирного наследия, не будет получать положительного ответа на свои ходатайства о включении объекта. Это было бы действительно компетентной правовой защитой. После того, как объект, скажем, той или иной страны включен в список, а тут мы можем сделать очень немного, такое решение помогло бы нам работать более авторитетно. Итак, мы видим, что довольно многие меры уже эффективно разработаны и приняты, но существуют правовые пробелы, юридические пробелы, которые нужно, во-первых, выявить, во-вторых, преодолеть. И я надеюсь, что я смог вам сегодня продемонстрировать некоторые возможные решения, которые существуют и могли бы быть реализованы. Спасибо за внимание. Большое спасибо за очень интересный, содержательный доклад. Не могу не отметить, что позиции ИКОМОЗ тоже прогрессируют в сторону усиления реальных механизмов воздействия на нарушителей охраны памятников. Это, наверное, один из самых злободневных вопросов не только для ИКОМОЗ, но в целом и для национальных служб, потому что мы когда с коллегами встречаемся из других стран, то я спрашиваю, а как у вас, если кто-то нарушает зазнательно вопросы охраны памятников, какие меры воздействия? Я часто слышу, ну мы уговариваем, мы как-то пытаемся, уговаривать это, конечно, хорошо, а где же, собственно говоря, карающий меч не мизит это за такие вещи? К сожалению, во многих странах именно в силу того, о чем вы говорите, когда нету каких-то таких прямых жестких конструкций, и национальное законодательство не предусматривает каких-то серьезных мер воздействия. К сожалению, это так. Хотя в России последние несколько лезвия, поэтому на этом направлении сделаны серьезные шаги, у нас появились административные статьи по некоторым нарушениям, которые предусматривают штраф до 60 миллионов рублей. Это по сравнению с тем, что до этого это было всего-навсего 30 тысяч рублей. Поэтому в любом случае, видимо, ощущение и готовность общества, причем на всех уровнях власти, к тому, чтобы все-таки в этом направлении вопросы, скажем так, карательного характера имели достаточную силу, чтобы вносить профилактическое воздействие по отношению к самой возможности нарушения законодательства. Большое вам спасибо за пример, который вы проводите со студентами. Если позволите, я бы тоже взял его себе на практику. Но я вам могу добавить еще больше. У нас есть еще более смешные случаи. Чисто гоголевские истории. У нас, например, есть старое здание, где два соседа вошли в непримиримый личностный конфликт. Каждый из них поставил себе стеклопакетные окна и повесил кондиционер. И те мучают органы охраны памятников взаимными требованиями выбить окна и, естественно, кондиционер снять. Причем каждый из них считает, что он сам этого делать не должен, а вот соседа должны наказать, на самом деле. Поэтому вы совершенно право говорите, что у нас любовь к памятникам зачастую носит такой отвлеченный характер. Мы очень хотим, чтобы все это охраняли, кроме нас самих. И вот это, конечно, одна из главнейших проблем, потому что самодисциплины никакой практически не существует. Это вы совершенно верно говорите, на самом деле. И это, наверное, одна из главных личностных, ментальных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Уважаемые коллеги, вопросы к докладчику мы как? Будем задавать сейчас, если они у кого-то есть? Или у нас там будут в перспективе, я так полагаю, возможность лично подойти и пообщаться? Ну, думайте, давайте так сделаем. Если есть какой-то вопрос, тогда предлагаю сразу по дальнейшему поведению поднимать руки и задавать эти вопросы по итогам выступления. А если таких вопросов глобальных нет, тогда мы просто идем по повестке и потом в рамках кофе или брейка или после нашей сессии можно в рабочем порядке какие-то вещи уточнить. Итак, тогда, пожалуйста, я позволю себе перейти к следующему. У нас выступающий Сергей Михайлович Мерзоян, который сейчас нам, видимо, озвучит выстраданные моменты, связанные с нашим новым законодательным актом. И, Алексей Михайлович, я вас сейчас прошу, да, вот так, в общем, придерживаясь регламента и такие наиболее кровоточащие раны, с тем, что мы могли потом их зафиксировать в протоколе, я вас очень прошу, поскольку у нас официальный форум, мы идем по его подвиге до Министерства юстиции, поэтому у нас работает камера в зале, все, что мы сейчас будем озвучивать, потом может быть оформлено в виде протокольных решений и будет доведено до сведения органов власти. Поэтому я просил бы, ну, Сергей Михайлович, вам это, в принципе, вы человек с хорошей юридической подготовкой, поэтому имеете возможность все-таки говорить не столько на эмоциях, сколько на факторе. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо за предоставленную возможность пообщаться сегодня на тему охраны памятников в юридическом аспекте. Верно было сказано предыдущим выступающим, что Международная конвенция предоставляет достаточно широкую возможность для национальных юрисдикций регулировать те или иные правоотношения. И надо сказать, что Российская Федерация достаточно активно этим пользуется. У нас достаточно большой предметный закон об охране культурного наследия. Он претерпел в начале этого года достаточно серьезные изменения. По сути дела у нас получилась новая редакция федерального закона. Я бы хотел на отдельных предметных моментах остановиться в плане обратить внимание на важность этих законодательных изменений, ну и на необходимость, видимо, дальнейшей работы по совершенствованию соответствующих положений, поскольку форма у нас юридическая. И, собственно говоря, на это, наверное, и будет направлен результат нашего сегодняшнего обсуждения. Надо сказать, что вот сегодня уже неоднократно обращалось внимание, что российское законодательство предусматривает достаточно серьезный механизм правовой защиты в плане понуждения к соблюдению законодательства. Действительно, вот мы с иностранными коллегами очень часто общаемся, и не всегда в законодательствах, в национальных законодательствах зарубежных стран есть такие институты, как выдача предписаний, предъявление в суд исков об даже изъятии объектов культурного наследия, которые неэффективно используются с нарушением законодательства об охране памятников, используются их собственниками. У нас в законодательстве такие нормы есть, и надо сказать, что они активно применяются. Вот буквально недавно нам удалось в судебном порядке изъять из собственности у нерадивых собственников, трех физических лиц, объект культурного наследия в центре Москвы. И в ближайшее время он будет выставлен на торги для того, чтобы найти нового, более рачительного собственника, который его восстановит. Есть другая норма в законе, которая не претерпела пока изменения, она касается возможности тоже в судебном порядке изъять из собственности лица земельный участок, на котором располагался объект культурного наследия, и по вине которого, по вине собственника, этот объект был уничтожен. Норма есть, но она сформулирована достаточно туманно, и в законе так написано, что земельный участок может быть безвозмездно изъят из собственности лица, по вине которого уничтожен объект культурного наследия, в качестве санкции за совершенное преступление, либо иное правонарушение. Вот такая достаточно нечеткая формулировка еще вот 2000-х годов, и не приведенная в соответствии с соответствующими нормами уголовного законодательства, либо законодательства об административных правонарушениях, в котором не предусмотрено именно в качестве санкции изъятие каких-либо земельных участков. Оно, по сути дела, не позволяет эффективно применять эту норму. Поэтому мы буквально недавно столкнулись с конкретным примером, когда у нас за последние 5 лет действительно это первый случай, когда объект культурного наследия был уничтожен, просто деревянный сруб, усадьба была просто разрезана на куски, и по сути до фундамента уничтожена. Вот сейчас стал вопрос о том, каким образом применять на практику эту норму. И мы столкнулись с реальными юридическими проблемами. Как это в качестве санкции за совершенное преступление, либо иное правонарушение? Да, уголовное дело возбуждено, лица совершившего пока нет. Естественно, собственник говорит о том, что это не он это сделал, это сделаны неизвестные лица. Хотя, очевидно, делать это для того, чтобы потом на месте снесенного здания построить какой-то новодел. Вот такая история, конечно, это требует дальнейшего законодательного урегулирования. Другой пример, который я хочу привести, он скорее из положительных новаций. У нас есть в российском законодательстве такой институт, как охранное обязательство. Он, наверное, неизвестен многим иностранным юрисдикциям. Но у нас это чуть ли не один из важнейших элементов взаимодействия органов по охране памятников с конкретными правовладателями объектов культуры наследия. Это некий документ, который содержит в себе перечень законодательных запретов, ограничений. А также содержит в себе план работ по сохранению объекта культуры наследия, который должен быть выполнен соответствующим правовладателям. Надо сказать, что в обновленном законодательстве этот институт получил дальнейшее развитие. Законодательство ушло от такого некого, наверное, еще советского восприятия, когда все было общее. И, соответственно, орган по охране памятников выдавал охранное обязательство таким же государственным структурам, которые их выполняли. То есть долгое время это было такое некое соглашение между органом по охране памятников и правовладателем. За двумя подписями документ подписывался и должен был выполняться. Соответственно, мы сталкивались в это время с вопросами уклонения уже частных собственников от подписания охранных обязательств. Сейчас закон предусматривает, что охранное обязательство должно утверждаться органом по охране памятников в одностороннем порядке. Закон воспринял московскую модель работы, когда мы, что называется, догоняли федеральное законодательство и на местном уровне регламентировали эти правоотношения. Но появилась другая проблема, которая, по сути дела, сводит на нет эти изменения. Да, с одной стороны, орган по охране памятников утверждает охранное обязательство, но он должен чуть ли не под роспись довести это охранное обязательство до собственника, который получает обязанность по выполнению этого охранного обязательства только после того, как будет зафиксировано, что он это получил и расписался. Соответственно, что получается, что мы, по сути, вернулись к тому, с чего начинали. Сначала ранее они уклонялись от подписания охранного обязательства, теперь будут уклоняться от получения охранных обязательств. И надо сказать, что у нас такие примеры уже имеют место быть, когда мы просто не можем найти юридическое лицо по тем адресам, на которых они должны быть. И эту проблему тоже нужно решать. Нужно решать ее, наверное, путем государственной регистрации в качестве обременений в едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Надо сказать, что мы даже поинтересовались, как это можно сделать у федеральной службы, у Росреестр, которая этим занимается. Они сказали, что да, можно, но только по заявлению правовладателя. Ну, круг замкнулся. То есть, собственно говоря, мы пытаемся обременить право правовладателя регистрации охранного обязательства. Нам говорят, что вопросов нет. Ну, только пусть он сам обратится за этим обременением и сам это зарегистрировать. Ну, наверное, не совсем это правильно. И, наверное, в законе нужно прописать именно возможность регистрации этих обременений со стороны органа по охране памятников. И мы готовы этим заниматься. Следующая проблема правоприменения связана с хорошими нормами, которые появились в законодательстве о территориях объектов культурного наследия. Действительно, теперь это понятная категория, что относится к территории объектов культурного наследия, какие есть законодательные ограничения на ее, значит, на использование земельных участков в границах территории объекта культурного наследия. Но до конца ясность не внесена, к сожалению, в вопросы кадастрового учета этих территорий и регистрации их как объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости. С одной стороны, значит, законодатель исключил территории объектов культурного наследия, так же, как и зоны охраны объектов культурного наследия, из числа объектов землеустройства. Это означает то, что мы, по сути дела, сейчас не можем заказывать землеустроительные работы для того, чтобы внести объект этот в кадастр. Для того, чтобы его туда внести, нужна карта-план, который готовится именно в рамках землеустроительных работ. Поэтому, безусловно, закон-то уже действует и применяется, а реальных нормативных подзаконах, нормативных актов, которые бы говорили о том, как это делать, как эти границы территории вносить в кадастр, пока нету, поэтому мы с нетерпением ожидаем от наших федеральных коллег и от Министерства культуры, и от Министерства экономического развития, в компетенции которого эти вопросы относятся, чтобы в ближайшее время ясность по этому вопросу была внесена, соответствующие подзаконные нормативные правовые акты были приняты для того, чтобы можно было бы на практике уже вот эти обновленные нормы законодательства эффективно право применять. Следующий момент, на котором я хотел бы остановиться. Надо сказать, что в нашем российском законе появились нормы, которые предусматривают, что земляные и иные строительные работы на территории объекта культуры у наследия, а также на земельном участке, который непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культуры у наследия, вот эти работы строительные и земляные проводятся при наличии согласованной проектной документации и заключении историко-культурной экспертизы. С одной стороны, такая норма гарантия, дополнительная для защиты и исторической среды объектов культуры у наследия, но как ее на практике применять, достаточно сложно и непонятно. Что такое земельный участок, непосредственно связанный с земельным участком в границах территории объекта культуры у наследия, на самом деле не очень понятно. Более того, территория объекта культуры у наследия – это не обязательно отдельный земельный участок, это может быть несколько земельных участков, это может быть даже часть земельного участка. И вот как эти вопросы, с одной стороны, институтов законодательства об охране памятников применять с институтами земельного законодательства до конца неизвестно. Более того, появилась другая норма о том, что объектом государственной историко-культурной экспертизы стали земли, подлежащие воздействию земляных, строительных и иных работ, в случае, если орган по охране памятников, то есть, например, наш департамент, не имеет данных, что на этих землях, которые пролежат к освоению, располагается объект культуры у наследия, выявленный объект и даже, как написано в законе, объект, обладающий признаками объектов культуры у наследия. В итоге получается теперь так, что на любом земельном участке, на котором только планируется проведение работы, необходимо получение сведения о том, есть ли эти объекты, обладающие признаками объектов культуры у наследия. А это означает, что, по сути дела, на любой земельный участок, если его необходимо осваивать, необходимо заключение историко-культурной экспертизы. То есть, это дополнительная такая вот цепочка, которые должны пройти инвесторы, девелоперы, которые развивают соответствующие территории. Насколько реально право применять такую норму, покажет время, а пока, конечно, нужно по этому поводу пройти работу на каких-то примерах. Может быть, и нам необходимо разъяснение в данном случае федеральных ведомств по данным вопросам, потому что, конечно, непонятно, как вот разделять вот именно эти, выяснять, какие земли, прилижающие хозяйственные отходы, подпадают под эту категорию. И во всех ли случаях требуется заключение экспертизы. Следующий момент, на котором я хотел бы остановиться, такой предметный и важный, и нужный, в принципе, который появился в законодательстве, но так как он прописан, тоже непонятно, как его право применять. Это то, что у нас на объектах культурного наследия, если проводятся работы по реставрации и консервации объектов культурного наследия, то эти работы должны проводиться аттестованными Министерством культуры Российской Федерации специалистами. Норма, вот, в принципе, если речь вести о том, что вот работы по реставрации и консервации должны организовываться такими специалистами, то вопрос вообще к этой норме не возникает, она абсолютно правильная, верная, и мы давно об этом говорили, что это необходимо делать. Но если вот мы юристы, если буквально трактовать эту норму, то она говорит о том, что вообще любой человек, который находится на строевой площадке и занимается реставрацией и консервацией, он должен быть аттестованным специалистом. И норма эта начала работать, собственно говоря, вот с момента вступления в силу закона с 22 января 2015 года. Вот. А мы оказались на самом деле не готовы к ее введению в действие вот в том, вот в таком буквальном понимании. Почему? Потому что вот мы подняли статистику на 19 мая этого года. В принципе, в Москве аттестованы около 380 человек, в Петербурге 163 человека. И надо сказать, что вот эта численность двух городов по стране 60% аттестованных специалистов, только в двух городах. Соответственно, понимаете, что у нас происходит в других субъектах Российской Федерации. Вот. Поэтому, конечно же, надо соответствующие нормы либо уточнять, либо активизировать работу по аттестации специалистов. Причем это прежде всего нужно делать самим специалистам, которые работают на объектах культурного наследия, проводить работы по аттестации своих специалистов. Причем это касается, кстати, коллеги, и не только производственных работ, это касается и проектных работ. Поскольку, по сути, закон исключения не делает. Он говорит о любых работах по сохранению в этой части. Важный вопрос также сегодня поднимался уже, касается взаимодействия законодательства об охране объектов культурного наследия и градостроительного законодательства. Очень серьезная такая законодательная проблема, попытка решения, которая была принята в обновленном редакции федерального закона. Но, когда мы более предметно проанализировали эти нормы, то поняли, что надо еще в дальнейшем работать над этими нормами. Ну, что произошло? У нас долгое время в градостроительном законодательстве, вы, наверное, все знаете, была только одна экспертиза. Государственная экспертиза проектной документации. Ну, либо не государственная экспертиза. В отношении памятников государственная была обязательная. А у нас есть по законодательству об объекте, у нас есть историко-культурная экспертиза. И вот в градостроительном законодательстве был долгое время запрет на проведение любых других экспертиз, кроме экспертизы проектной документации. Эту тему закон поправил. В градокодексе появилась государственная историко-культурная экспертиза. Теперь в этой части противоречия вроде бы нет. Но норма другая, запрещающая требовать любые иные согласования проектной документации, кроме, собственно, государственной экспертизы, она не была поправлена. И в итоге теперь получается, что непонятно в какой момент должно происходить и должно ли вообще происходить согласование проектной документации, по которой будет проводиться работа на объекте культурного наследия, с органом по охране памятников. Достаточно анекдотичная ситуация, потому что я напомню, что государственная историко-культурная экспертиза, которая предусмотрена российским законодательством, она не имеет самостоятельного правового значения. Она необходима именно для того, чтобы обосновать научным образом и экспертным образом решение органа по охране памятников к согласованию той или иной проектной документации, по которой планируется проведение работ на объекте. И поэтому само по себе введение в град законодательства историко-культурной экспертизы недостаточно. Обязательно должно быть согласование этой документации орган по охране памятников. Но, к сожалению, Эдмин, эта тема не получила развитие в законе, и мы запросили позицию по данному вопросу, готовясь к форуму у Министерства Минстроя по данному вопросу, и на самом деле получили прямо противоположные ответы. Потому что, если Министерство культуры разумно полагает, что, естественно, согласование проектной документации обязательно, и именно такая документация представляется на государственную экспертизу, то Министерство Минстроя нам разъяснил, что это по-прежнему противоречит норме федерального закона, и никакого согласования органа по охране памятников не может быть на ту документацию, которая представляется на государственную экспертизу проектной документации. Вот поскольку есть такое разночтение в позициях федеральных ведомств, конечно, эти нормы необходимо в дальнейшем совершенствовать и уточнять. Теперь я хотел бы буквально кратко остановиться на другом блоке, уже не связанном с отношениями органов по охране памятников с правообладателями, а связанном с вопросами инвестирования в сферу объектов культурного наследия, в сферу сохранения памятников. Надо сказать, что долгое время, когда на уровне федерального законодательства не были урегулированы вопросы, каким образом привлекать инвесторов к сохранению памятников, региональные органы власти осуществляли свое правовое регулирование. В частности, в городе Москве была инициирована и в настоящее время успешно применяется программа, так называемая программа 1 рубль за квадратный метр. Что она предполагает? Наверное, вы знаете, что у нас программа предусматривает выставление на торги объекта, который находится в аварийном, в неудовлетворительном состоянии. По торгам, по которым происходят за рыночную стоимость объекта культурного наследия, этот объект, далее, победитель торгов восстанавливает этот объект, проводит все работы в соответствии с законодательством, сдает их нашему департаменту по акту приемки и с этого момента имеет право обратиться в департамент имущества за снижением ставки аренды, которая была поднята по торгам, до рубля за квадратный метр. В принципе, такой разумный механизм, который достаточно эффективно применялся и применяется в Москве, он был воспринят федеральным законодательством, но немножко в измененном виде, в связи с чем у нас возникают вопросы именно по возможности применения той модели, которая введена в федеральный закон на московской земле. В частности, речь о чем идет? Если у нас по московской модели торги, сначала идет торговля за рыночную стоимость, а потом переводится на рубль, то по федеральному закону за рубль изначально выставляется на торги объект культурного наследия, а дальше идет торговля за вот этот объект, который находится в недовольном состоянии, и та цена, которая будет поднята в ходе торгов, уже потом, даже если когда объект будет приведен в нормальное, в хорошее состояние, уже не будет снижаться. И вот нам кажется, что это не совсем эффективный и правильный механизм, потому что если в регионах, в отдельных регионах, такое еще возможно, что первоначальная цена не сильно поднимется на объект культурного наследия, то в Москве или в любых других городах такое ожидать достаточно сложно. Поэтому нам кажется, что нужно продолжать работу в плане совершенствования вот этих норм законодательства, которые предусматривают выставление объектов на торги по программе рубль за квадратный метр, для того, чтобы достичь вот этого баланса интересов, и в принципе можно было бы применять эти нормы в любых субъектах Российской Федерации. И вот в завершении выступления как раз хотел обратить внимание на интересные, иной немножко модели, которая в настоящее время анонсируется Министерством культуры и получила название «Зеленый коридор». Это несколько иная модель, когда объекты культурного наследия, также находящиеся в неудовлетворительном состоянии, передаются путем приватизации в уставной капитал акционерного общества, распорядительной дирекцией Минкультуры России. Причем это, естественно, акционерное общество стопроцентным участием государства. И уже вот эта распорядительная дирекция, она готовит документы на объект, она выставляет этот объект на торги, уже выставляет для купли-продажи с отлагательным условием. О переходе права собственности уже новому собственнику только после проведения полного комплекса ремонта и реставрационных работ и получения на это соответствующего акта приемки со стороны органа по охране памятников. При этом сама распорядительная дирекция, она осуществляет функцию технического заказчика и берет на себя функцию по получению большинства разрешительных документов, которые требуются соответствующим законодательствам. Ну, на наш взгляд, это тоже очень интересная модель, которая должна, наверное, быть опробована. И уже, по-моему, есть соответствующие примеры работы по этой модели. Ну, насколько она будет востребована, покажет время, но нам кажется, что чем больше будет таких вот новых эффективных механизмов вовлечения объектов культуры наследия в хозяйственный оборот, тем лучше. Потому что, как бы там ни было, мы должны прекрасно понимать, что не может ни один субъект Российской Федерации потянуть в финансовом, я имею в виду, аспекте, тем более в условиях кризисных явлений в экономике, потянуть реставрацию всех объектов культуры наследия, которые находятся в соответствующем субъекте Федерации и находятся в собственности этого субъекта Федерации. Поэтому, конечно, тема привлечения инвестиций очень важна, очень нужна. Я думаю, что двигаться в этом направлении и формулировать и реализовывать схемы, которые предусматривали бы максимальное сокращение количества административных барьеров и предоставление таких вот эффективных, прежде всего, в финансовом контексте механизмов вовлечения объектов в хозяйственный оборот, я думаю, что за этим будущее. И чем эффективнее будут работать эти программы, тем больше объектов будет восстановлено и будет радовать наш глаз своим великолепием. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я бы отвечу. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Конечно, коллеги, Сергей Михайлович обозначил лишь некоторые базовые какие-то вопросы, которые имеют место быть, хотя лично у меня к этому законопроекту, вернее, уже к закону вопросов было и на стадии проекта много, и сейчас, потому что у нас, Сергей Владимирович, мнение консолидировано, мы об этом много раз говорили, что, на наш взгляд, попытка на федеральном уровне там все до последней мелочи разобрать, она, к сожалению, не увенчалась должным успехом, потому что оказалась масса пробелов именно на стадии, когда мы по ней ходим, понимаем, как конкретно должна работать система, кто куда должен обратиться, какие бумажки сдать, получить. При этом зачастую складывалось впечатление, что когда не понимали или там не имели времени дописать до конца, как это должно работать, просто писали, там в порядке установлено субъектом Российской Федерации. И вот такие, что получается у нас сегодня, ну вот хорошо, у нас есть департамент культурного наследия в городе, есть, соответственно, у коллег в Петербурге тоже мощный орган, который имеет некую штатную численность, которая позволяет это сделать. Но сегодня, в соответствии с этим законом, субъект Российской Федерации должен реализовывать около 100 различных полномочий и в рабочем порядке принимать и выдавать около 143 документа. Всякие справки, уведомления, охранные обязательства, запросы, согласования. Понимаете, это если у нас еще людей, как-то мы можем на эту тему в рабочем порядке организовать, то где взять такое количество людей в регионах, это большой вопрос. А полномочия у всех одинаковые, между прочим, и они уже действуют. Поэтому, конечно, вопросов много. Кроме того, то, что Калсирий Михайлович еще раз подтверждает то, что мы уже обсуждали здесь, что у нас, опять-таки, вводя нормы нашего права, исходя из их приоритетности, мы совершенно столкнемся с обратным восприятием со стороны имущественного комплекса, там тоже органов кадастрового учета, с другим отношением со стороны городстоятельной, которые считают, что их городстоятельное законодательство, оно для них имеет больше юридическую силу, чем законодательство, которое в охране памятников. И вот это создав здесь дополнительную точку напряжения, не решив многих старых проблем, но создав новые проблемы, конечно, поэтому мы видим, что при законодательственном органе огромная есть перспектива по их доработке. Но что я бы хотел еще раз отметить, мы вот Сергей Владимирович здесь тоже это обсуждаем, на регионы, чтобы было просто понятно коллегам, которые у нас, наши гости из-за рубежа, реальная работа по охране памятников осуществляется у нас силами региональных департаментов, комитетов, ведомств. Федеральные структуры только, фактически, там небольшим количеством новодетов, в основном это объекты ЮНЕСКО, у нас в Москве, например, три таких памятника всего, Кремль, церковь Вознесения в Коломенском и Новодевичьи монасты. А все остальное, многие тысячи этих объектов, они все в рабочем режиме ежедневно коллегами Сергея Михайловича и его подчиненными отработаются. Но в этой ситуации очень много, поскольку, я сказал, полномочий, отдана на региональный уровень. Мы обращаемся в Министерство культуры, мы впервые, у нас из этих 143 документов, половина, даже больше 60%, это вообще впервые у нас появилось. Нас впервые их наградили. Мы спрашиваем, а вот нам можно вот в таком формате двигаться, правильно ли мы поняли закон, потому что он написан-то очень, так сказать, тяжело. Даже когда Сергей Михайлович эти формулировки повторяет, я не завидую переводчикам, я не понимаю, как они это все могут перевести нашим коллегам из другого государства. А ведь мы сами все юристы, нас всех с вами учили, что отсутствие ясности изложений, свидетельствует об отсутствии ясности мысли. Так же. И это у нас, к сожалению, это в прямом смысле мы имеем это яркий пример. Поэтому в этой ситуации получается следующее. Если у нас нет ясности мысли в самом законопроекте, в таком законе, нас это заставляет с ясностью этой мысли идти к людям. Мы обращаемся в Министерство, коллеги, вы нам как-то сообщите, в общем, вы что имели это в виду хотя бы на самом деле. А нам отвечают, что написано, что это региональный орган охраны, вот сами там разбирайтесь. Но мы с Сергеем Владимировичем друзья, он разберется по-своему, я по-своему, так где же и универсальные подходы, и где наша единая, к чему мы гордимся, система охраны памятников в стране. Если тебе кажется, каждый в своем углу при выходе на землю будет руководствоваться своими документами. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы это, коллеги, обязательно зафиксировали. Все-таки нам в Совете Федерации об этом обещали, что так не будет. Нам в Государственной Думе обещали, что так нас не бросят, когда закон вступит в силу. Но на практике пока происходит именно это. Отписано регионом, сами там у себя, пожалуйста, разбирайтесь, не отвлекайте нас от важной работы. Так дело не пойдет. Все-таки я очень бы хотел, чтобы наши коллеги из Федерального центра хотя бы какие-то базовые установочные принципы по тем полномочиям, что мы впервые получили к себе, будем выполнять. Мы хотя бы, мы их делали одинаково. Потому что, в общем, министерство города Москва и Московская область. Мы смежные регионы. У нас сейчас, тем более, когда Московская новая территория дошла до Калужской области, до границы, у меня сейчас, может быть, получится что? Что на сочетании Московской области, Москвы и Калужской области у нас в каждой деревне будут свои правила. Но это же недопустимо в нашем государстве. Я так полагаю. Если мы имеем централизованную модель охраны объектов культурного наследия. Поэтому это важнейший вопрос. Потому что многие его вещи уже сняты разъяснением министерства. Часть каких-то вопросов. Но эта практика должна быть продолжена. Если мы понимаем, что федеральный закон, к сожалению, мы его еще будем править. Это еще очень долгий будет процесс. Нам, конечно, очень было бы важно, чтобы федеральный центр и министерство юстиции нам тоже в этом отношении очень важное его участие. Конечно, нам оказывали полное содействие. Извините, такое немножко эмоциональное вступление. Но дело в том, что действительно вопросов пока у меня больше, чем ответов. Я не советую Сергею Михайловичу, в свете тех требований, которые введены, фактически департамент наследия должен превратиться в военкомат. Который будет бегать за собственниками и от них под подпись вручать ему уведомление о том, что он должен охранять памятники. И еще более вредительская, я считаю, норма, которая введена в этом законе, чего раньше не было, что если он охрана обязательства не имеет или не уведомлен в установленном порядке, то он типа и сохранить памятники не должен. Оказывается, нет с него спроса. Как же так, коллеги? В Конституции одно, а здесь совершенно другое. Если у тебя нет справки, что ты уведомлен, то типа ты можешь уже долги родине-то и не отдавать. Но это какой-то странный новый взгляд-подход. Мне кажется, это неправильно совершенно. И как же так? Зачем тогда мы городим эту огромную махину юридических правовых документов, чтобы в финале человек сказал, у меня нет справки, до свидания. Я вам приведу пример, вот опять же, к вопросу о том, о чем можно говорить со студентами. У нас, знаете, когда советская эпоха отпала, поменяли многие названия улиц. У нас же были всякие улицы Ленина, 25 октября и всего прочего. И вернули им исторические названия. Но в технической документации по учету имущества многие адреса еще по-прежнему остались. И вот в замечательной памяти всемирно известный дом Наркомфина, который у нас имеет место быть в Москве, памяти конструктивизма, вообще международного значения. Мы вели судебную тяжбу с собственниками от понуждений их к тому, чтобы они занимались его реставрацией. А нам суд отказал. Сказал, что вы знаете, вы не правы, потому что у вас один адрес по дому Наркомфина, а в документах учета имущественного у людей в паспорте, в прописке другой. Мы спрашиваем, а где же тогда второй дом Наркомфина тогда, я не понимаю. Это к делу суда не относится, до свидания. Все. Вот до чего докатываем. Когда мы доходим до практики, именно этим все и заканчивается. Поэтому, конечно, я Сергея Михайлович в этом случае поддерживаю и очень надеюсь на то, очень буду к этому всяческие усилия прилагать, чтобы мы все наши чудесные юридические конструкции не теряли, когда из-за того, что у нас внизу, в финале, на выходе, какая-нибудь бумажка, которая вообще даже в законе нет, ее не видно, там разрушает всю вот эту стройную механику, которую мы предполагаем. Ладно. И, пожалуйста, коллеги, за такое эмоциональное выступление, но реально, это наша жизнь, мы с этим каждый день сталкиваемся. Я могу уже скоро, вот, с Мерзаяном, мы можем выпустить уже книгу фильетонов про охрану культурного наследия, юридических парадоксов и нонсенсов, понимаете? С которыми мы сталкиваемся, уже не говоря о том, что действительно, когда у нас сегодня частная собственность, у нас запрещено иметь иностранным гражданам на территории города Москвы, у нас по одному делу, мы не будем говорить по этот адрес, нам предложено поехать гражданину в какую африканскую, там, не помню, чуть ли республика Чат, у нас, по-моему, там кто-то. Ну, как бы, есть, естественно, физическое лицо, оно ни разу в страну не въезжало, мы это по документам посмотрели, на него оформлен объект культурного наследия в собственность, имеет право владеть, не въезжая даже в страну. Там, само собой, сидят люди, которые пользователи этого объекта, мы пытаемся их заставить занимать, говорят, не к нам, к собственнику, запросили, говорят, а у них другие юридические механизмы, поэтому можете подавать иск по месту нахождения и проживания владельца, то бишь республика Чат. Ну, коллеги, мы зачем вот такие вещи допускаем на самом деле? И мы очень можем долго тут риторика бравурная говорить, что у нас такие штрафы, такие законы, мы там сейчас... А на деле-то все заканчивается тем, что из-за какой-то одной маленькой бумажки разваливается вся наша стройная система. И, конечно, чем сложнее, чем большим количеством бумажек мы себя, так сказать, обкладываем, сами же себя, тем нам же сложнее же работать. А людям же им все равно абсолютно. Есть бумажка, нет бумажки. Люди хотят, чтобы памятники были отреставрированы. Если же говорить про инвестиции, вот мы когда облегчили выдачу документов от Сергея Михайловича, мы провели большую работу, мы сократили сроки рассмотрения всяких согласований в городе Москве 8 раз. Так вот результат. У нас за последние 3 года инвестиции в памяти издали 50 миллиардов рублей. Там 48 с половиной, извините, 40 с половиной. Из них почти половина – это частные инвестиции. Инвесторы сразу проголосовали рублем. Потому что стало понятно правила игры, мы их всех там, все было понятно, здесь даешь, тут получаешь. А когда раньше была у нас вот такая длинная кривая, там из 26 ходов, сроком, если все регламенты соблюдать, полтора года, ну так никто не пойдет никогда. А сейчас, к сожалению, есть некая тревога, что если мы сейчас буквально будем выполнять все требования, которые нам тут сейчас написали, то мы опять вернемся в эту практику. И сейчас, давайте не будем лукавить, скажу как есть, но мы во многом живем по инерции с коллегами, когда работаем на земле, того, что типа нет этого акта, нет разъяснений, типа закон как бы он вступил в силу, но типа вроде как он и не вступил в силу, понимаете? Увы, но это правда. И, конечно, это стыдно нам здесь говорить на этом международном юридическом форуме, но это правда так. И получается, что отсутствие закона в каких-то местах сегодня более удобно для контроля и контроля за охраной памятников, чем его наличие. Но, наверное, так законы делать нельзя, на мой взгляд. И, конечно, я думаю, что, естественно, здесь надо выходить из ситуации именно путем каких-то разъяснений, пока у нас будет возможность все-таки получить нормальный, уже адаптированный к реальности закон. Не из каких-то там схоластических концепций и механизмов, а применить их к современной существующей жизни и всем ее реальным, так сказать, проблемам. Ладно. Коллеги, извините, пожалуйста, все-таки я опять уже сам стал докладчиком, вместо того, чтобы быть модератором. Я все хотел бы господина Давыдова... Вообще мы договорились с 315-й не ругать. Ну, грешен, извини. Ну, тут Сергей Михайлович подбросил, я тут не... Да, один только если вопрос там, да. Да, тут все свои, да, слышно, да. Переводчик? Ага. Да, вот у меня такой вопрос. Вопрос, наверное, крайне болезненный сейчас для Москвы. Вопрос конфликта интересов памятников. Наверное, многие знают, и вы, наверное, тоже в курсе. Это памятник Владимиру на Воробьевых горах. И, наверное, пару слов только, может быть, для наших иностранных гостей о том, что такое МГУ, вы, наверное, знаете, Московский государственный университет. Если вы когда-нибудь были в Москве, вы видели, что такое смотровая площадка прямо рядом с МГУ. Это, ну, культовое место для Москвы, вид на весь город. Так вот, в рамках празднования юбилея князя Владимира, древнего русского князя, который, собственно, крестил Русь в свое время, было принято решение установить памятник князю Владимиру, а уже наша Московская городская дума выбирала место. И вот удивительным образом Московская городская дума решила выбрать соответствующее место для памятникова, как раз смотровую площадку Воробьевых гор. Все, может быть, даже было бы и ничего, хотя странно. Место связано, прежде всего, с образованием. Кроме того, место, которое явно ассоциируется и сам по себе здание, главный корпус МГУ и комплекс зданий – это памятник, так сказать, неоклассицизма XX века, это те самые сталинские высотки, о которых много говорят в Москве. Ну и самое главное – возвращаясь к закону. Дело в том, что территория, на которой хотят поставить памятник князю Владимиру, и на минуточку памятник 25 метров высотой. Гигантский памятник, который будет закрывать с собой вид на непосредственно государственный университет. Так вот, эта территория имеет целых пять охранных статусов. В связи с этим хотелось бы ваш комментарий. Как так получается, что Департамент культуры, в том числе есть письма и сотрудников вашего департамента, о том, что работа по благоустройству площадки именно для установки памятников уже начаты, кстати, со вчерашнего дня. Как это согласуется со следующими охранными статусами этой территории? Во-первых, это объект культурного наследия, комплекс зданий МГУ, во-вторых, это объект культурного наследия парк МГУ, это особо охраняемая природная территория, природный заказник Воробьевых гор, это объект археологического наследия территория культурного слоя села Воробьево, и кроме этого, это еще зона охраняемого культурного слоя. Таким образом, пять охранных статусов у этой территории. Как это соотносится как раз с новой редакцией закона об объектах культурного наследия, который прямо запрещает любое строительство, строительство, какие-либо земельные работы и вообще любые работы, не связанные непосредственно с охраной памятников культуры в данном месте, которые, очевидно, нарушают и историко-градостроительные образы, и природную среду объектов. Я же просил, да, давайте, я же с самого начала сказал, что есть вопросы конкретные, частные. Вот сейчас выходить этим вопросом, который, наверное, вас лично очень сильно беспокоит и волнует, давайте сейчас в перерыве там, на самом деле, об этом, пожалуйста, Сергей Михайлович, на эти вопросы может ответить. Он государственный инспектор, вы мне так адресуете этот вопрос, я Департамент культуры, в случае, возглавляю. Ну, собственно, вопрос я уже задала, и вторая часть, вы сказали как раз, что очень часто общественность, ну, здесь, в общем-то, прямое нарушение закона о культурном наследии, и вторая часть, вы сказали, что... Если вы так считаете, пожалуйста, я же не прокурор города Москвы, но давайте... Ну, мне бы хотелось просто послушать ваше мнение, как вы считаете, есть нарушение или нет нарушений. И второй момент, вы сказали о том, что надо учитывать мнение общественности, даже если они ретроградные и не очень в курсе каких-то веяний. А как вы считаете, порядка 40 тысяч подписей москвичей против установки именно на этом месте памятника, это достаточное мнение или нужно больше? Мне кажется, что вы имеете какое-то личное, собственное предубеждение по этому объекту. Я вообще просто адвокат. Я понимаю ваши порывы, но начнем с того, что данный объект ставится русским военно-историческим обществом, решение Московской городской думы. Я вообще работаю в исполнительной власти, а не в законодательной, поэтому в данном случае вам, наверное, имеет смысл со своими депутатами, если вы адвокат, поговорить, которые голосовали за это решение, наверное, так ведь? И опять-таки я все-таки хотел бы вернуться к теме нашего сегодняшнего форума, понятно, да, в этой ситуации, и все-таки предоставить слово господину Давыду, который, в общем, должен выступать у нас по регламенту, а ваш конкретный вопрос по конкретным объектам, наверняка, если сейчас мы начнем в таком формате работать, господина Макарова просто тогда не отпустит отсюда, потому что мы находимся в Петербурге, и есть тысячи вопросов, которые конкретных ему захотят задать. Поэтому давайте вернемся к тому, что мы имеем повестку, а если есть вопросы юридического свойства, коллеги, общего, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Маслов, меня зовут, я из Нижнего Новгорода. У меня к вам вопрос, наверное, Александр Владимирович. Насколько я понял, поправьте меня, если не так, вы предполагаете, что должен быть единый подход, вне зависимости от региона, к процедуре согласования, там, защиты охраны памятников. И выступаете против того, что были отсылки к возможности регионов устанавливать свои правила. Ну, у нас по Конституции вопрос земельного законодательства, как минимум, вопрос совместного ведения, и работа на земле, она различается в зависимости от регионов. У меня вопрос такого плана. Может быть, это и неплохо, что регионам предоставляется разная возможность. По крайней мере, вот как рассказывал господин Гидеон, ЮНЕСКО считает, что каждая страна должна устанавливать свои механизмы в зависимости от того, какие памятники находятся на ее территории. В Москве свои памятники, в Нижнем Новгороде свои где-то еще третья. И, может быть, ничего плохого в этом нет, что подходы разные. Спасибо. Первое, все-таки мы не разные страны, а части одной Российской Федерации, поэтому, наверное, не очень правильная ссылка на господина Гидеона. Я понимаю, что Нижний Новгород очень такой крупный мегаполис и центр экономической коллегии. Все-таки мы пока еще в одной державе. Это первое. Вторая история. Вы не совсем правильно меня поняли. Я имею в виду, что либо все это отдается регионам, и это прописывается изначально, и тогда, коллеги, мы тогда самостоятельно в своих принятии решений. Это один подход. Но от него федеральный закон давно уже ушел. Я говорю про то, что нас федеральный закон с вами определил нам довольно огромный перечень разных процедур, в том числе по памятникам федерального значения, которые являются переданными полномочиями, но при этом не дав унифицированных подходов в действиях в этом отношении. То есть, еще раз. Хорошо, мы завтра принимаем с вами некие решения и начинаем действовать. Вы в своем регионе, я в своем регионе, Сергеевич, у себя в Петербурге. Потом появляются контролеры и говорят, коллеги, а мы читаем по-другому этот закон, читаем. Вы неправильно прочитали там, да, а мы думали другое здесь совершенно. Учитывая, что ясности мысли в законе, как мы много раз уже говорили, такой четкой нету на самом деле, я именно это имею в виду. Я не предполагаю, что регионы должны быть лишены самостоятельности. Наоборот, я считаю, что каждый регион имеет возможность много дополнить в своей части. Но опять-таки, я же когда начал выступать, я говорил о том, что откуда берутся региональные законы, под копирку, переписывающие федеральные законы, просто имеющие другие подписи и даты. Многие законодатели на региональном уровне уже не понимают, а что они еще могут дополнить, когда уже дошли до последнего, уже до квитанции о вручении уведомлений на уровне федерального законодателя. Поэтому нам, конечно, хотелось бы эту ситуацию, чтобы у нас было единое понимание этой ситуации с точки зрения, не обязательно, может быть, разъяснения какие-то, методические указания. А как пример я вам приведу, у нас с вами единый музейный фонд. И наши же с вами музеи, московские, нижегородские, хранят музейные предметы. И мы самостоятельно в выставках с вами, в экспозициях, но инструкция-то по учету и хранению, она у нас с вами общая, единая. Правда же, эта ситуация? И нет никаких проблем и вопросов, как мы вещи там списываем, как мы их ставим на учет. И здесь, я думаю, должна быть такая же система, когда мы самостоятельно в управлении и принятии каких-то организационно-управленческих решений, но юридически, если мы говорим про юридическую составляющую, Конечно, мы должны быть как-то унифицированы, раз мы пока с вами не в концепции, господин Гидеона, где каждая сторона отдельно, а являемся членами единого государства. С единым конституционным, федеральным и региональным правовым механизмом на основании федеральных законодательных актов. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мария Александрова, кафедра гражданского права Юрфака СПБГУ. Одно маленькое замечание, так как мы говорим о казуистике юридической, во-первых, я, конечно, разделяю недоумение коллег по поводу текста закона. Честно говоря, мы занимаемся дополнительными образовательными программами, к нам приезжают юристы из органов охраны со всей страны. Ну, хочется обняться и плакать, потому что, конечно, правоприменители на местах текст этого закона воспринять не могут. И мы, кандидаты юридических наук и специалисты в этой сфере, просто в шоке от текста. Коллеги, вот острая проблема уведомлений. Я, например, к тексту закона огромное количество претензий, даже их невозможно перечислить. Но к самой идее перехода от гражданско-правовых договоров охранных обязательств к публичным ограничениям, я об этом говорю уже 15 лет. Мы-то в Москве уже перешли. Да, я знаю, что это опыт москомнаследия. Почему вы считаете, что вот этот процесс уведомления для вас является проблемой? Мне кажется, что положение закона, наоборот, облегчает задачу госоргена. Почему? Потому что в законе, во-первых, написано там несколько вариантов, не только под роспись, но и заказным письмом с уведомлением по известному вам адресу. Обратите внимание, в Гражданском кодексе появилось положение о юридически значимых сообщениях. Если лицо не получает свою корреспонденцию по тому месту, где оно заявлено находится, это его личные проблемы. Оно считается уведомленным. Это первое. Второе. Обратите внимание на правовое значение размещения актов утверждения охранных обязательств в сети интернет. Каково правовое значение этой информации, которая становится теперь публичной? Мы смотрим на судебную практику и видим, что, например, в части кадастра, если в РГИСе есть соответствующая информация, то суды очень часто говорят, вы были уведомлены, вы могли обратиться к общедоступному интернет-ресурсу и были уведомлены. То есть мне представляется, что это, наоборот, расширение перечня возможностей доказывания того, что лицо уведомлено. Это первое. И второе, коллеги, пожалуйста, когда вы будете работать с законодателями в части внесения изменений, пожалуйста, замолвите слово за цивилистов и скажите, пожалуйста, что неприлично писать, что если в договоре по распоряжению объектом культурного наследия не согласовано одно из существенных условий, это сделка ничтожна. Пожалуйста, расскажите им о том, что этот договор не заключен и вообще в текст закона об объектах культурного наследия нельзя включать таких положений. Сейчас вся практика недвижимости, всех консалтингов, всех строительных компаний, сейчас все, когда осознают, что произошло, что практически любая сделка с недвижимостью, касающаяся объекта культурного наследия, под угрозой применения последствий ее недействительности или незаключенности договора, когда мы осознаем, что произошло, нам всем станет плохо. Пожалуйста, расскажите, что нужно смотреть в гражданский кодекс. Спасибо большое. Еще закон о регистрации. А еще когда у нас с вами положение переходное о том, что все должно быть в течение года, приведено до 2016 года, обратным счетом, это вообще непонятно, как это реализовывать. Я вообще первый раз в своей практике встречаю, когда у нас в таком формате предлагается изменить заключенные договора путем внесения в них новых составляющих, которых не было изначально. Для меня это вообще какой-то странный момент, понимаете? У нас есть более того договорные отношения, исходящие еще из годов, которые до закона о регистрации, которые не требовали регистрации, и которые никто не собирался регистрировать заново. Я с вами в этом случае совершенно согласен. У меня тоже вопросов масса, но опять-таки, где все эти ответы, я их не знаю, мы их не слышим. Причем Сергей Иванович говорит, мы были единственные, кто закон всячески старался придержать хотя бы, чтобы доразобраться, не предлагая, но мы опять же оказались главными врагами. А теперь, когда все это воступило в силу, мы говорим, ну вот видите, мы же вас предупредили, а где вы были? Коллеги, я уже устал говорить, я не имею к этому закону, мы не авторы точно к этому отношению. Мы взяли, коллеги взяли наш опыт, это да, но только что они с этим опытом сделали. А по поводу уведомлений, то я все-таки не соглашусь, потому что еще раз говорю, опять-таки, что такое уведомить закон? У нас есть другая практика, где у нас идут согласования генпланов и различных территориальных схем, где написано четко, вывешиваются в интернете в такой-то срок, и смотри, читай, это твое право, там участвовать. Но когда мы должны каждому, а вот представьте, что такое отправить уведомление, как вы сейчас предлагаете, на многоквартирный дом, где квартир там 200. Вы понимаете, я должен каждому ответить квартиросъемщику, это же деньги федерального или государственного бюджета, это же тоже не дешево. Кроме того, я работал на почте в свое время, поверьте мне, такой у меня был опыт, когда я был маленьким, да, вот, я работал на почте, я разносил эти уведомления заказные, как вы говорите, там, да, вот. Не открывают люди, люди, вернее, открывают, не берут, не хотят они это все делать, на самом деле. И ты можешь писать все, что угодно в своей книге, на самом деле, писать в этой ситуации, но дальше тема, она заканчивается, на самом деле. Поверьте, если было так все правильно, как вы говорите, у нас бы дел по привлечению ответственных в уклонение от воинской службы, наверное, было бы огромное количество, а у нас их практически нет. Поэтому еще раз говорю, до судов, когда мы доходим с этим всем, рассыпается все моментально, на самом деле, да, вот. Я единственное, что уточню, проблема не в уведомлениях, уведомления можно направлять, проблема в том, что в законе написано, что с момента получения он принимает на себя обязательства по сохранению, вот там четко так написано, именно с момента получения. Вы же просим, мы пытаемся, как толковать, нам ответ, вы там сами разбираетесь у себя, ваши полномочия, вы и думаете. Да, поэтому нормы, они должны быть одинаково читаться, и когда у нас есть неопределенность нормы, это всегда проблема. Давайте дадим господину Давыду, а то мы не в регламенте не укладываемся, а в остальные вопросы тогда в рабочем порядке, да. Ну, у вас юридический вопрос, да, надеюсь, не конкретный какой-то, да, там, давать, чтобы было всем интересно, а не только вам, да. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Гончарова, я представляю территориальное управление Росумущества в нашем регионе, в Смоленской области в частности. Имея на руках год назад судебное решение, по которому территориальный орган обязывали отреставрировать памятник культурного наследия, это памятник установка генералу Платову, который защищал от похода Наполеона наш регион. Мы в судебном процессе, защищая, ссылались на департамент при Министерстве культуры Российской Федерации, который в соответствии с его уставом, положением, точнее, обязан и имеет соответствующие права по реставрации объектов культурного наследия. Но, тем не менее, суд посчитал, что собственник, которым является Российская Федерация, на территории региона выступает, соответственно, территориальное управление, обязан по общей норме, в частности, 209-й статье Гражданского кодекса, нести время содержания объекта и, соответственно, реставрировать. Мы не против того, чтобы объект содержался в надлежащем состоянии, мы даже за это. В этой части мы сдаем объекты культурного наследия в аренду, если есть желающие приобрести с обязанностью по реставрации. Но большая часть объектов – казны, которые не имеют никакого другого владельца. И, соответственно, возлагать на территориальный орган, у которого нет функции по содержанию объектов культурного наследия, зная последствия этого, и госзаказ реставраторов, и масса работы, и соответствующая ответственность, мы, естественно, возражали, чтобы привлекали надлежащий орган. Но не хочу обидеть коллег, в Министерстве культуры не присутствовало заседание, ему это было неинтересно, но это ладно. Уже прошло. Вот хочу сейчас задать вопрос, услышать ваше мнение, насколько было верно то, о чем мы говорили в судебном процессе, и каков механизм восстановления объектов культурного наследия, которые не имеют пользователей, арендаторов, вечных пользователей оперативного управления, хозяйственное ведение. Каков механизм защиты в регионах? Мы, к сожалению, или к счастью, не знаю, ни Москва, ни Петербург, не такие продвинутые субъекты Российской Федерации, но, тем не менее, наш регион очень богат объектами культурного наследия, хотя бы крепостная стена, Федором Конем построенная. Поэтому мы, вот такой вопрос. И второй сопутствующий вопрос, охранные обязательства в этом случае заключаться будут с кем, если это Российская Федерация, сама с собой, сама себя обязывать. И третий, опять же, вопрос ответственности. А если культурное наследие, которое не восстановлено, ну, люди, в общем-то, маргинальные группы бывают разные, залезают на башни, залезают на крыши, падают и умирают. Кто отвечает за это? Российская Федерация в лице руководителя территориального управления Росумущества или в лице президента, или в лице премьер-министра? Мы хотим это выяснить, ну, не выяснить, а ваше мнение услышать. Понятно, что все это будет выясняться в суде самой высшей власти, непререкаемой. Но, вот, хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Спасибо. Проблема распадается на две части. Вы, извините, вопрос очень интересный и очень правильно, на самом деле. Я начну, а Сергей Михайлович там довершит про охранные обязательства. Дело в том, что, ну, вы, давай, говорите про башни, про стены. Я вам скажу еще более интересную историю. Самая неинтересная, неликвидная категория памятников – это монументы. Ну, а что с ними, ничего с ними не сделаешь. Головного боли с ними много, а, собственно, не сдать их, никому не продать, ничего с ними невозможно. Вот у нас в городе Москве 868 монументов, различных стоят на площадях, улицах города. Понимаете, да, вот ситуация. Более того, но монументы, как объекты, ну, они не являются объектами балансового учета. Сегодня по закону наших правилах это не объект недвижимости. Вы не можете регистрировать правила на Пушкина, условно говоря. Мы его регистрировали через суд. Потому что там было написано, что он объект культуры наследия. Объект культуры наследия – это объекты недвижимости. Сегодня последние правки эту норму изменили. Объекты недвижимости и иные объекты. Поэтому сегодня, что такое наши памятники и монументы, это совершенно непонятная история. Их на кадастровый учет не берут, их не регистрируют в реестре прав. Соответственно, их не закрепляют ни за кем на постоянной основе. Цепи на Пушкине, сколько у нас, Елена Алексеевна, три раза, да, мы их обратно ловили. Вопрос о вандалах. Это центральная площадь города Москвы. Мы там с охраной их охраняем, как зеницу ока. Но вот сделали их со временем из цветного металла наши предки, понимаете. Теперь мы туда, в общем, постоянно смотрим за ними, чтобы их где-то из вторичного металла не вылавливать. Понимаете, только что реставрацию, слава богу, провели, закрепили, зафиксировали, надолго ли хватит, посмотрим. Но вопрос правильный. А кто ими заниматься-то должен? У нас тоже, в ясности в этом нет, у нас есть специальное постановление, где на те объекты, которые находятся на городских территориях, поручено этим заниматься содержанием, поручено заниматься префектурам, а средства на их ремонт и реставрацию через департамент культурного наследия. Но это наша схема. В Петербурге другая схема, где есть специализированные структуры, которые только ими занимаются, это тоже схема. Но, опять-таки, это все-таки мы внутри городов. А когда есть огромные территории, вопрос неясный. Что касается казны, то вам есть, что мог бы сказать, что это ваша задача, как управляющего своим имуществом, не несущим время содержания, за кем-то его закрепить. Но другая возникает история. У нас есть объекты, которые закреплены за учреждениями, федеральными в том числе, учебными заведениями, воинскими частями. А у нас-то бюджета на это нет. Где деньги? Очень правильно, мы слышали из ИКОМОСа такой же вопрос, что все это хорошо, но где же деньги? И откуда они возьмутся? Мы попытку сделали следующего характера, вот если вам наша судебная практика, по одному учебному высшему заведению федерального подчинения, обратились в суд. Они представили все бумаги, что они четыре раза писали в профильное министерство, чтобы им выделили финансирование с федерального бюджета на исполнение наших требований, на реставрацию объектов. Ну что этого бедного директора мы его штрафуем и штрафуем? Штрафуем и штрафуем. Он говорит, ну я-то что могу сделать? Вот я обращаюсь, но нет в федеральном бюджете денег. Мы попытались в судебном порядке привлечь учредителя в лице министерства к этому вопросу и обязать его через суд выделить деньги с федерального бюджета на то, чтобы эти объекты реставрировать. Какой был результат, Сергей Михайлович, в слово вам? Нам отказали в удовлетворении требований к министерству образования, поскольку суд написал, что это бюджетные правоотношения и суд не может в них вмешиваться. А 158 статья бюджетного кодекса, которая прямо говорится о том, что главный распорядитель должен предусматривать и финансировать расходы на те цели, которые распорядителям бюджетных средств или получателям должны быть, они в данном случае не могут быть судом в принудительном порядке реализованы. Это действительно, что, к сожалению, вот эта модель, на наш взгляд, которая могла бы помочь тем же самым министерствам потом уже защищать свои обязательства в Министерстве финансов и говорить, что вот у меня возникло расходное обязательство, будьте любезны, дайте мне защищенную статью расходов по этому вопросу. Но, к сожалению, пока суды на это не пошли, и, если честно, в апелляции нам так сказали, вопрос, ну так, после вынесения решения сказали, что тема хорошая, но мы не готовы на своем уровне, попробуйте в кассационной инстанции это сделать. Может быть, там они навозьмут на себя смелость такую. Вот, поэтому это, конечно, вопросы, над которыми нужно работать. Я позволю себе буквально, поскольку вопрос такой действительно общий и правильный был задан по поводу обязательств по содержанию имущества и какую роль здесь играет орган по охране памятников, я просто напомню один простой момент. По российскому законодательству орган по охране памятников, ваше там Министерство культуры, Департамент культуры наследия, это прежде всего надзорный орган, контрольный орган. Он сам не ходит и не реставрирует памятники. Он следит за тем, чтобы законодательство соблюдалось. Поэтому нельзя говорить о том, и вы в этой связи и проиграли, поскольку вы считали, что эти обязательства по положению об органе охраны памятников возлагаются именно на него. Нет. Да, возможно, что субъект Российской Федерации, такой же собственник объектов культурного средства, как и любые другие физические и юридические лица, должен выполнять свою обязанность по сохранению памятников. И эту функцию он может возложить на орган по охране памятников, как это, например, сделано в городе Москве, там, я не знаю, в Петербурге, наверное, так же. Но это не функция органа по охране памятников, это некая дополнительная функция, которая присуща собственнику. Это ключевое положение законодательства российского. Что обязанности по реставрации, по сохранению в целом объектов культурного средства лежат на его собственнике. И поэтому Российская Федерация в лице соответствующих управляющих органов такой же собственник, который должен выполнять свои обязательства. Поэтому вопрос ваш как? Совершенно очевидно, что необходимо принимать меры вам, как органу управляющему имуществу, по раскидыванию, извините за такое, мой французский, что называется, объектов казны по соответствующим органам власти. Это очень важно. Здания, строения, сооружения не должны оставаться в казне. Если они остаются, я имею в виду памятников, если они остаются в казне, то будьте любезны предусматривать финансирование на своих счетах. А что касается иных объектов, таких вот неликвидных, что называется, а вот в Москве, например, мне кажется, интересная практика по монументам. Мы, также понимая, что нужно определить баланс содержателя, кто будет отвечать за них, мы в Москве приняли отдельное постановление на уровне субъекта, которое вы, в принципе, тоже могли бы у себя инициировать о закреплении их за префектурами округов. И теперь у нас понятно, с кого спрашивать за текущее содержание и закрепили вопросы реставрации или ремонта, если это не объекты культурного наследия, за департамент культурного наследия или каким-то другим органам. Это, опять же, балансовый учет. Мы там написали, что должен быть префектурами произведен балансовый учет. Невозможно это сделать, потому что сегодня эти объекты не являются объектами кадастрово-имущественного учета. Круг замкнулся. Но на самом деле проблема в другом, что когда доходит до того, что вы говорите, мы когда в 2011 году пришли на работу в город Москву, мы с чего начинали? Наши клуб московское имущество, мы выделяли финансирование на создание охраны и выгоняли из наших объектов бомжей, наркоманов. Бог знает кого вы, понимаете, в этой ситуации. Забивали окна, ставили охрану, фактически проводили такую спецоперацию с учетом, типа, с участием полиции и ОМОНа, понимаете? Выселяли каких-то непонятных людей, которые там вообще находятся, отрубали сети. Это была колоссальная работа, понимаете, такая, в общем, с угрозами в адрес наших сотрудников и так далее. Поэтому еще раз, у нас мы это сделали, зачистив таким образом территорию. У нас огромное количество людей сидело нелегально в объектах, имело там офисы, сидело на городских сетях, за городской счет, извините меня, отапливалось, освещалось, потому что по документам, как будто бы у нас ничего и нет, на самом деле, пустой объект. Масса была у нас нелегальных этих общежитий в старых домах, тоже мы все зачистили, понимаете? Поэтому еще раз говорю, если, понимаете, это нельзя делать как-то вот, юридически это не решишь. Если у вас есть некая волевая системная готовность к этому всему, поверьте, это такая большая работа, связанная с весьма неприятными ситуациями. Но, опять-таки, мы, таким образом, свое московское имущество в рамках нашей даже московской казны, как мы это называем, механику такую отстроили. На федеральном уровне, я сами солидарен, я знаю, что такого механизма нет. Нет какого-то управляющей структуры, которая за такое имущество, пока оно не определено к балансу держателю, да, вот, могло такие ситуации волевые решать. Но все-таки мы в Москве, у нас все-таки компактная в этой ситуации расположение объектов, это в пределах, в основном, префектуры центрального округа, и поэтому нам проще. А как быть, когда у нас, как у вас, там, в Смоленской области все это разбросано в самых неожиданных, там, географических пространствах? Ну, затрудняюсь ответить. Сидишь, а у вас-то какой опыт-то, да? У нас смешанный подход тоже к решению этой проблемы. В Санкт-Петербурге есть специальное учреждение, называется, центр, музей городской скульптуры, который, в общем, занимается охраной и реставрацией памятников, объектов монументального искусства. Естественно, они, как и любое госучреждение, пытаются отбиваться от новых объектов, которые пытаются на них навесить, потому что финансирование у них ограниченное. Есть специальное постановление правительства, обязывающее районной администрации содержать те объекты, которые не закреплены за этим госучреждением. Естественно, им тоже деньги особо не выделяют, они тоже, естественно, жалуются, но, по крайней мере, правовой механизм получения этих средств у них существует. Естественно, мы стараемся, чтобы объектов таких в казне не было, потому что, по-моему, это дело, что ими никто не будет заниматься, они через какое-то время разрушатся. Вот как-то так. Я думаю, мы уже перешли в режим вопрос-ответ, а у нас еще одного докладчика надо послушать. Давайте, господин Давыдов, третий раз пытаюсь объявить его выступление. Давайте послушаем про опыт Федеративной Республики Германия. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, у меня действительно 20 минут, или как с регламентом ситуация? Как сказано, как планировали, так и будем. Мы не имеем права вас ущемлять в правах ни в коей разе. Позвольте обратить ваше внимание на некоторые правовые механизмы охраны культурного наследия в Германии. Вкратце, я начну с темы разграничения полномочий в сфере охраны культурного наследия. Дело в том, что, в отличие от Российской Федерации, не существует в Германии ни федерального закона об охране памятников, ни федеральных, никаких административных структур в сфере охраны памятников, потому что практически вся сфера культуры и все культурное законодательство относится к исключительным полномочиям субъектов Федерации, то есть федеральных земель. За одним-единственным исключением на федеральном уровне у нас существует закон о противодействии вывозу национального культурного достояния за рубеж. Но это закон, который регулирует только движимые культурные ценности, только культурные ценности, занесенные в специальный список национального культурного достояния, и там речь идет только о вопросах вывоза таких объектов за рубеж. А все остальные вопросы охраны культурного наследия регулируются 16 законами федеральных земель об охране памятников. В этих законах есть какие-то очень схожие моменты, но есть и фундаментальные различия. Что касается структуры администрации в сфере охраны культурного наследия. Для системы этой администрации практически во всех федеральных землях характерно разделение на два типа организаций. Это, с одной стороны, органы охраны памятников, которые обладают исполнительно-распорядительными функциями, то есть это органы исполнительной власти, с одной стороны, и специализированные экспертные ведомства, которые занимаются вопросами сохранения культурного наследия. С другой стороны, органы охраны памятников находятся, как правило, на местном уровне, то есть на муниципальном или на районном уровне, и в их компетенцию входит, к примеру, выдача разрешений на проведение ремонтных, реставрационных работ, выдача предписаний о проведении восстановительных работ, или, например, такие вопросы, как привлечение к административной ответственности в случае нарушения законодательства по охране культурного наследия. В то время как специализированные ведомства находятся, они централизованы, находятся на региональном уровне, и к их полномочиям относятся, например, выявление объектов наследия, изучение наследия, популяризация наследия, разработка методических основ сохранения памятников, проведение археологических полевых работ, разведок и раскопок, и проведение историко-культурной экспертизы по всем вопросам, касающимся охраны и сохранения объектов наследия. Это историко-культурная экспертиза, связанная с постановкой на государственную охрану, объектов наследия, это историко-культурная экспертиза, касающаяся качества производимых каких-то реставрационных работ, и это историко-культурная экспертиза в градостроительном поле. И между этими двумя типами государственных органов в законодательстве земель урегулированы механизмы взаимодействия, которые заключаются в том, что перед тем, как принять то или иное решение, например, выдать разрешение собственнику на проведение ремонтных работ или санкционировать застройку на территории ансамбля, орган охраны, то есть орган исполнительной власти, должен представить проект своего решения на рассмотрение в региональное экспертное ведомство. И в зависимости от того, в какой земле мы находимся, в зависимости от законодательства конкретной федеральной земли, экспертное ведомство может высказать замечания или рекомендации, или даже отклонить проект решения, отправить его на доработку. То есть в некоторых землях есть своего рода право вето, то есть без положительной резолюции экспертного ведомства орган исполнительной власти не может принять решение. Для примера, вот довольно сложная структура администрации в той земле, в которой я работаю, это федеральная земля Северная Инвестфалия. Мы имеем вертикаль исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия. Это три уровня органов исполнительной власти. Нижний уровень – это муниципальное управление по охране памятников. Над ними находится в качестве надзорных организаций управление по охране памятников на районном или окружном уровне. И самый высший орган находится на уровне правительства федеральной земли – это наше Министерство строительства. А параллельно этой структуре, этой вертикали исполнительной власти, существуют экспертные ведомства. Эти экспертные ведомства интегрированы у нас в так называемые региональные ассоциации. На западе нашей земли – это региональная ассоциация Рейнланд, и на востоке – региональная ассоциация Вестфалия-Липпы. И каждая из этих региональных ассоциаций имеет два департамента. Один департамент по охране архитектурного наследия и один департамент по охране по сохранению археологического наследия. Эти департаменты играют роль таких экспертных ведомств, которые консультируют органы исполнительной власти. В таких небольших землях, как Берлин, Берлин – это субъект федерации, то есть и город, и федеральная земля в одном лице, структура, конечно, попроще. Тут два уровня есть органов исполнительной власти. Это, с одной стороны, высший орган исполнительной власти – это правительство земли Берлин, а именно управление градостроительного развития земли Берлин, и органы исполнительной власти нижнего уровня находятся на уровне администраций городских районов города Берлина. И параллельно существует экспертное ведомство – это земельное ведомство по сохранению памятников, которое, опять же, имеет консультативный характер, с которым должны быть согласованы все решения органов исполнительной власти. И действительно, в Берлине ситуация такова, что экспертное ведомство может наложить вето, отклонить проект решения, отправить его на доработку. Какие существуют конкретно механизмы охраны наследия? Я выбрал несколько механизмов. Это, во-первых, процедура постановки объектов наследия на государственную охрану. Дело в том, что существуют две разные системы постановки на государственную охрану в Германии. Это так называемая декларативная система, она же ИПСО-ЛЕГО, и так называемая конститутивная система, или можно ее так еще назвать система административного акта. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что включению объекта в реестр объектов культурного наследия придается разное значение. Если с левой стороны вы видите систему декларативную, там экспертное специализированное ведомство выявляет новый объект наследия. Оно его выявляет либо по запросу собственника объекта, либо по наводке каких-то местных энтузиастов, краеведов. Либо этот объект был обнаружен в рамках инвентаризационных проектов. Объект выявляется. В результате историко-культурной экспертизы ведомство приходит к выводу, что речь идет об объекте культурного наследия. Оно его включает в соответствующий реестр. И с этого момента объект подлежит государственной охране. А с правой стороны, так называемая конститутивная система, там все несколько сложнее. Значит, там тоже начинается все с того, что специализированное ведомство выявляет новый объект наследия, но после этого оно лишь дает рекомендацию в орган исполнительной власти включить такой объект в реестр. Орган исполнительной власти принимает решение о включении выявленного объекта в реестр памятников, если он согласен с результатами историко-культурной экспертизы. И об этом решении ставится в известность собственник объекта. Это решение представляет собой индивидуальный административный акт. И тут два варианта развития событий. Либо собственник объекта согласен с решением о включении объекта в реестр, и тогда объект охраняется законом, то есть на него распространяется охранный режим. Либо, если собственник не согласен, он может опротестовать данное решение либо в административном порядке, либо в судебном порядке. И тогда эта процедура может затянуться на месяц или даже на годы, пока административный суд высшей инстанции не примет окончательного решения по поводу того, было ли решение органа исполнительной власти о включении объекта в реестр правомочным или нет. Очень коротко я поясню вам схему оформления разрешений в органах охраны памятников. Собственник объекта, желающий провести, например, ремонтные или реставрационные работы или работы по приспособлению объекта для современного использования, подает соответствующее заявление в местный орган исполнительной власти, который отвечает за охрану культурного наследия. Это заявление сопровождается необходимой проектной документацией. И на основании проектной документации орган исполнительной власти составляет проект решения, который отправляется на согласование в экспертное ведомство. Согласованный вариант решения, который содержит в оптимальном случае рекомендованные специализированным ведомством условия, технические требования, направляется заявителю и контроль над проведением работ осуществляет орган исполнительной власти. И, наконец, последняя процедура – это меры административного воздействия, о которых сегодня уже несколько раз шла речь. Например, что происходит в случае бесхозяйственного содержания объекта наследия собственником. В этом случае орган исполнительной власти после согласования с экспертным ведомством выдает предписание о проведении ремонта находящегося в запустении объекта. И в случае, если собственник проводит несанкционированные ремонтные или иные строительные работы на территории объекта, орган исполнительной власти также может выдать предписание о прекращении незаконных работ и восстановлении статуса КВО. Подписание такого рода может сопрождаться угрозой применения мер административного принуждения, таких как административный штраф, или в случае неподчинения вместо наложения административного штрафа орган исполнительной власти может произвести необходимые работы за счет собственника. То есть орган нанимает соответствующую профильную фирму, фирма производит ремонтные работы, потом собственнику присылается счет, если он счет не оплачивается, приходит судебный пристав. Сегодня было упомянуто, этим я закончу мое выступление, соотношение охраны памятников с одной стороны и охраны частной собственности с другой стороны. На самом деле в Германии ситуация такова, что нет четкой преференции охраны частной собственности перед охраной объектов культурного наследия. Но тем не менее конфликты возникают постоянно, и я должен сказать, что вот эти меры административного воздействия, они выглядят хорошо на бумаге, но по факту слабым местом всех этих административных санкций является именно гарантия частной собственности. Почему? Потому что по дефиниции Конституционного суда гарантия частной собственности – это право гражданина на самореализацию в экономической сфере. Исходя из этой дефиниции, Конституционный суд считает, что любое движимое или недвижимое имущество должно приносить прибыль. Если оно не приносит прибыль, то гражданин не может самореализоваться в экономической сфере. Таким образом, если органы охраны памятников высылают предписание о том, что объект должен быть восстановлен, любой собственник может это требование отклонить, аргументируя тем, что его памятник не приносит прибыль. Что значит не приносит прибыль? То, что расходы по содержанию памятника не покрываются доходами от его эксплуатации. И если ему удастся это действительно доказать, тогда у нас, у органов охраны памятников, фактически, ну и юридически тоже связаны руки. Мы не можем требовать проведения работ, которые собственник должен оплачивать из собственного кармона, которые не покрываются доходами от эксплуатации данного объекта. Это, конечно, большая проблема на практике. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. А можно еще один вопрос? А вот размер штрафа, о котором вы упоминали, он какой? Это сколько в деньгах? Есть разные виды административных штрафов. Есть штраф, который накладывается в качестве санкции за проведение нелегальных работ. Если мы говорим о таких штрафах, то в нашей земле до 500 тысяч евро для обыкновенного собственника, обыкновенного памятника, если там небольшой крестьянский дом, и там живет чета учителей. Для них это очень ощутимая сумма. А если это большой какой-то инвестор, у которого речь идет о том, что он хочет осуществить какой-то крупный инвестиционный проект, и ему мешает историческое здание, скажем, какой-то комплекс промышленных зданий, то он может посчитать, и ему действительно возможен такой вариант, что ему легче заплатить этот штраф, эти 500 тысяч евро максимально, и уничтожить памятник, и построить на месте памятника что-то другого. Такой меры, как отъем земельного участка в качестве санкции у нас не существует. У нас существует принудительное отчуждение собственности, если оно служит как ультиморацию, как последний вариант для осуществления охраны данного конкретного объекта. То есть объект должен существовать. Если объект уничтожен, тогда отчуждение собственности не может привести к цели, тогда оно имеет только как бы санкционный характер, и такое чисто наказание, и такое невозможно. Можно отобрать объект, который находится в бесхозяйственном, который бесхозяйственно содержится, аргументируя тем, что вот государство будет вкладывать в этот объект деньги. Это возможно. Тот административный штраф, о котором я говорил в данном контексте, это немножко другое. Это мера принуждения. То есть в зависимости, если мы имеем дело с собственником, который заранее уже заявляет, что я отказываюсь выполнять ваши требования, тогда можно пригрозить, что в качестве мотивации, чтобы он эти требования выполнен, а ему предъявляется требование заплатить в казну ту или иную сумму. Ну, тут мы говорим не о полумиллионе евро, это какие-то там сотни, может быть, тысячи евро, но не более того. Это другая форма административного штрафа. Это мера принуждения, а не мера наказания. — Ну что ж, коллеги, большое спасибо. Большое спасибо вам. Вообще, у меня еще есть вопросы, я уже персонально у вас, если позволите, там поспрашиваю. Коллеги, на этом давайте объявим перерыв. У нас предполагался перерыв. Сколько у нас сейчас с вами, да, вот? Ну, давайте где-то, сколько, 10 минут? Ну, давайте там, через 15 минут соберемся здесь же, чтобы продолжить наше общение. Спасибо. 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 Спасибо.